Для всех, кто смотрит эту трансляцию в записи, попытаюсь посмотреть реплеи недавно состоявшегося турнира по дубликатному Маджонгу. В этом турнире одновременно игралось 4 стола, за каждым из столов игрались одинаковые руки. И участвовала команда из России, 4 игрока, а также команда Испании, Италии и Швейцарии. Просматривать эти реплеи я буду следующим образом. Я сначала буду просматривать полностью одну руку, сыгранную за одним из столов. Мы с вами отметим, кто выиграл эту раздачу. И потом перейдем на другой стол и посмотрим эту же самую раздачу, сыгранную четырьмя другими игроками. Преимущественно я буду пытаться перейти на тот стол, где ту руку, которую мы уже увидели, можно выиграть, играет какой-то российский игрок, чтобы за него поболеть. Есть зеркальный расклад и вопрос скилла, спрашивают в чате. В значительной степени вопрос скилла, в гораздо большей степени, чем в обычном маджонге, хотя, конечно, случайность остается. Что еще важно отметить? В дубликатном маджонге, обратите внимание, я сейчас открою на секунду стену, надо открыть руки, я думаю, так будет интересней. И на секунду открою стену, чтобы вам было понятней. В отличие от обычного маджонга, здесь у каждого игрока своя собственная стена, своя собственная часть стены, и он будет брать кости только из своей стены. Он никогда не будет брать кости напрямую из стены соперников. Это может произойти только в том случае, если игрок хочет сыграть в снесенную кость. Да, он получается, что берет игроку кость со стены соперника. Таким образом, разделив стену, дополнительно уменьшается случайность. То есть, действия других игроков, играют ли они панги, конги, чоу, открытую, закрытую, в меньшей степени влияют на состав тех костей, порядок тех костей. Которые вы берете со стены. Вы по-прежнему будете брать со стены в том же самом порядке. Что вы, что ваш соперник с другим столом, это еще больше уменьшает случайность и влияние решения других игроков на то, как вы можете сыграть свою руку. Итак, мы сейчас наблюдаем за рукой, которая ближе к нам, это рука российского игрока, Исанет. И посмотрим, сможет ли он ее собрать. Что можно про эту руку сказать? Ну, я здесь, мы уже видим, что игрок, в принципе, первый шаг сделал. Снес семерку точек. Я не могу сказать, что я полностью согласен с этим сносом. Я бы даже сказал, что я совсем с ним не согласен. Я бы здесь сразу решил для себя, что мне не нужны благородные ветра и драконы. Начал бы оснастить их, потому что в руке есть потенциал на сбор смешанных чоу вокруг пятерки. Да, вот 5-6 есть в символах, на 4-5 есть в бамбуках. Есть и тройка, и семерка в точках. Это означает, что можно собирать 3-4-5, либо 5-6-7. И таким образом выстроить смешанное смещенное чоу. Но вот игрок почему-то решает, что семерка ему не нужна. Его можно заподозрить в том, что он решил собирать приплетенный ряд, потому что он оставляет 3-9, это одна последовательность. В бамбуках у него 5-8, это другая последовательность. И нет. А в символах у него ничего нет. Или он думал, что в символах у него 5-2, а в бамбуках 4. И так, в этом случае он собирает приплетенный ряд, и ему не хватает. Раз, два, три, четыре. Четыре кости до приплетеного ряда, в принципе, неплохо. Хотя я бы сыграл по-другому. Но посмотрим, к чему это приведет. У других игроков, значит, игрок Люк Хамберт, я не знаю откуда он, надо было запомнить. У него похоже на чистую массу символов. Скорее всего, он так и поступит. Европейцы часто выбирают этот вариант, имея пару благородных костей. А напротив рука, скорее всего, будут чоу. Вокруг двойки, да. Слева, ну, тоже предположительно чоу какие-то. Пока непонятно. Гуиден, это Богатиков, пишет Кумбрус. Ага, отлично. Буду знать, что поехали. Я буду делать вот таким образом. Скажите мне, не громко ли шумят кости? Сейчас игрок справа, скорее всего, откроет панк. Так и есть. И сонета Евгения Худенцова. Отлично, из Тамбова. Ну, мы сейчас смотрим, значит, за тем, как эту руку отыгрывает Евгения. Так, Люк открыла. Кстати, Кумба, если у тебя под рукой есть информация, подскажи мне, из каких стран Люк, Хектор и Мирамарта. Ну, Мирамарта, судя по Нику, это итальянка, скорее всего, или итальянец. Вот двух других. Хотя, Мирамарта больше похоже на Испанию даже. Так, пропустил ход Евгения из-за того, что был сыгран панк. Вот ей заходит дракон. Ей придется его снести, потому что, если она собирает реально приплетенный ряд, привет, алгар. Она пока решает сносить, в любом случае, то, что она будет сносить, 9-6 в символах. Ей заходит двойка ненужная, она ее снесет. Так, она решает снести. Но вот здесь я не совсем согласен, если даже ты собираешь приплетенный ряд, лучше оставить выбор между тем, в какой масте, какую последовательность ты будешь собирать. Снося эту восьмерку, она тем самым говорит, что она не будет в бамбуках ни в коем случае собирать 2-5-8, несмотря на то, что у нее сейчас, ну не знаю, 2-5 есть в символах. Ну так, ладно, решила, так решила. Заходит семерка. Вот, кстати, тот сам момент. Вот если бы она оставила 8 бамбуков все в руке, у нее была сейчас возможность снести 2 символа, не меняя ожидания на обе последовательности в обе масти. Она могла бы перестраиваться в зависимости от того, в какую масть чего придет. Но в итоге она сейчас должна отказаться от семерки, наверное. Она скидывает, она возвращается к тому, о чем я говорю, но уже познавато к этому возвращаться. Не знаю, кстати, почему она держит зеленого дракона, может быть, еще думает перейти в чистую масть, если что. Ну вот, 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 это то, о чем я говорил. Смотрите, если бы она оставила 8 бамбуков, у нее сейчас бы было в бамбуках 5-8, в символах 1-7. Соответственно, 3 кости лишние до приплетенного ряда. Сейчас у нее 4 кости необходимы до приплетенного ряда. Сносит она... Вот это странно. То есть она все-таки решает вернуться к сбору 5-8 в бамбуках. Сносит двойку. Последнюю из символов. Люк Хамберт из Швейцарии. Да, ну, странное решение. Вот она сначала думала собирать приблизенный ряд. Затем посчитала, что здесь соберется либо... Либо все типы соберутся, либо какие-то ЧО зайдут. На стриме задержка. Нет, я просто редко читаю чат. А вообще нет задержки на стриме. Это реплеи в любом случае. Эта партия была сыграна 22 сентября, насколько я помню. То есть четверг. Тем временем попытка Люка собрать чистый ряд пока что безуспешная. И он, возможно, перейдет в сбор смешанных ЧО. Напротив... Напротив возможно собрать смешанный ряд. 7, 8, 9 в символах. 1, 2, 3 в бамбуках. 4, 5, 6 в точках. И вот, кстати говоря, рука напротив очень близка к ожиданию. Рука слева. Какие-то ЧО тут, видимо, будут. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Кстати, тоже очень близко. Что у него? 1... Да. Без... Без... Без одной. Еще ближе. Мирамарте совсем близко. Значит, Мирамарте это итальянка там, или итальянец. Ближе всего, значит, итальянец сейчас к сбору. Девятка ей заходит. Так. Единица не нужна здесь. Ну, да, решает все-таки собирать. Что здесь можно собирать? Не знаю, пока что Евгения здесь собирает. Куда кривая выглядит? Открывает 7, 8, 9. Видите, Хектор из Испании. И... Сносит девятку. Да. Ненужная восьмерка. Ненужная девятка в некотором смысле. Сносит единицу. Ну, видимо, рассчитывает собрать. Евгения собирает все типы. Наверное. Вот так тут пошли все типы. Красный Дракон не нужен. Здесь тоже Красный Дракон. Заходят ей во все типы. Уже без одной ожидания. И осталось открыть Панк Девяток. И ожидать в пару. Как ни странно, ожидание может получиться хорошее, потому что мы, видя руки других игроков, понимаем, что у них этих ветров на руках нет. И если эти ветра им зайдут, они им будут не нужны. И, скорее всего, они будут их сносить. Любопытно, что из этого выйдет. Вот первый Рана выходит. Евгения еще не готова ловить северный ветер. Так, здесь ожидание. Нет, здесь почти Маджонг. Если бы четверка зашла, напротив, то уже ожидание пропустило. Если бы четверка зашла, то игрок мог бы объединить Маджонг. Так ему не хватает. Он будет вынужден снести эту семерку. Еще одна пятерка. Вот. По идее, Люк должен оставлять эту четверку на руке. Потому что она ему нужна для сбора того, что он собирает. Ну, как нужна. У него не складывается пока именно переплетенные. Но надо оставлять. Надо оставлять, сносить южный ветер. Он как минимум безопасен. Да, он так и делает. Значит, одна четверка пристроена. Пока что Хектор остается без четверки. Так, интересное решение. Сносит шесть бамбуков. Боится кинуть пятерку. Или почему? Почему сносит шестерку бамбуков? Пятерку он посчитал опасной. Странно. Не могу сказать. Ну, я бы рисковал носить пятерку. Не так уж все страшно. И информации про руки других игроков мало. Единственная информация есть, что Хектору, может быть, четверка нужна. Потому что открыто семь, восемь, девять. И там, может быть, смешанный ряд. Собственно, у него есть смешанный ряд. Просто ему не нужна пятерка. Так, здесь заходит четверка. Наверное, ее она снесет. Да, вот, не боится. Девятку снесет. Так, здесь лучше снести пятерку. Хотя... Не, лучше, наверное, тройку. Потому что шесть-девять выходили несколько раз. Наверное, троечку снести. Не будет ожидания. Ну, не знаю, будет она рисковать или нет. Рискует. Сносит двойку. Ее забирает люк. И что? Два, три, четыре. Ну, вот здесь, конечно, вопрос. Он может снести либо шесть символов, либо шесть точек. Ему все равно, что сносить. Ни то, ни другое никому не идет. Поэтому все это безопасно. Сносит шесть символов. Будет ждать тройку. У нас ожидание второе появилось справа на тройку символов. Но, увы, те, которые заходят со стены. И он объявляет маджонг. Получается дорого, потому что это играет по спортивным правилам. Все платят за стоимость руки. Плюс восемь очков. Итого плюс шестьдесят. Заходит Хектору. Итак, мы посмотрели сейчас первую сдачу. Мы видели, что у Востока, где играл Евгения, в начале партии, был вариант собирать либо смешанные чоу, либо действительно, как она сначала хотела пойти в переплетенный ряд. Но не нужно было рано сносить восьмерку бамбуков. Если бы она ее так рано не снесла, то тогда, возможно, она бы оставалась в переплетенном ряду, и что-то получилось. В итоге она решила перестраиваться в смешанные во все типы, и не успела собрать. Посмотрим, смог ли кто-то справиться с этой рукой лучше. И также, на самом деле, нужно посмотреть, не кто с этой рукой лучше справился, а как сыграли наши игроки, играя руку, которую сейчас играл Хектор. Хектор играл на юге. Соответственно, нам нужно найти стол, где эту руку южную разыгрывает наш игрок. Так, это не то. Стол номер три. Эту руку разыгрывает швейцарка здесь. Значит, с четвертым столом. Вот. Играет Гуиден. Мы сразу посмотрим от его имени, от его стороны, чтобы тайна была чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее. Посмотрим, получилось ли у нашего игрока собрать ту руку, которую, так уверенно, собрал швейцарец. Поехали. Здесь мы видим, что, кстати говоря, можем сравнивать с тем, что делал Евгения. Здесь игрок сразу решает сносить из ее руки то, что я бы сносил. Ветра и драконы. И пытаться собрать смешанное чоу. Сразу же отказывается от варианта переплетенного ряда. Я, конечно, не помню, что собирал здесь швейцарец, что сейчас собирает Гуиден, российский игрок. Пока, скорее всего, он более-менее повторяет, что делал швейцарец. Вот смотрите, как совершенно по-другому развивается рука. Напротив, по сравнению с тем, что вы только что видели, Лили, 67, берет... Даже не знаю, с какой она стороны конкретно. Открывает панк зеленых драконов. И, как ни странно, судя по всему, сразу же движется либо во все типы, которые не смогла собрать в итоге Евгения, либо будет собирать чистую мазь, что вряд ли. Что вряд ли. Расскажи вкратце правила. Привет, Хекс. Это реплей турнира по дубликатному спортивному маджонгу, где игроки за разными столами разыграют одни и те же руки. Соответственно, мы только что посмотрели, как разыграли эту руку за другим столом. Мы уже знаем, что игрок, который сейчас в нижней части, чья рука в нижней части, что он руку собрал. Сейчас мы смотрим, смог ли российский игрок собрать такую же руку. Можно было еще запомнить, на каком ходу смогли собрать на первом столе. Пока все логично. Открывается панк белых. Это тоже было за предыдущим столом, но гораздо раньше. Заходит шестерка. Шестерку он снесет. А, ну он решает сразу пять отдать. Тоже вариант. Игрок напротив выходит, приближается не только ко всем типам, но и к смешанному ряду. Пока все ровно. Вот сейчас такой момент снесет, наверное, девятка точек все-таки. решает вторую двойку отдать. Тоже правильно, в принципе. Так, игрок слева у него был вариант собирать смещенные ЧО, что делал игрок за предыдущим столом, который осмотрели. Однако он выбирает в принципе то же самое, но плюс еще все типы хочет. Жадно, жадно. так, заходит тройка, которая также в единию заходила. Естественно, потому что они собирают одну и ту же руку. Так, вот заходит семь, и смотрите, чем отличается рука, которую собрал россиянин Гуидон, с тем, что собрал швейцарец в прошлый раз. Если вы помните, у швейцарца в прошлый раз ожидание было уже с открытой рукой. Он сыграл девятку, вот эту вот, которая четвертый снос, слева была. Он эту девятку сыграл в ЧО, в открытую. Соответственно, у него была открыта рука, и у него, когда к нему пришла эта семерка со стены, он не смог объявить Маджон, потому что, ну, потому что ему не хватало очков. Гуидон сыграл по-другому. Он не стал брать эту девятку. Я, кстати, не помню, на тот момент была ли у него восьмерка уже или нет, ведь ей должна была уже быть. 7-8. Он не стал это брать, и, как мы видим, это более правильный подход, потому что теперь он может сыграть со стены, если ему придет, скорее всего, закрыта рука 4, все ЧО, это 6. Так, двойное ЧО, 1-2-3, это 7. И, ах, 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 не хватает все равно, да? Ну, в любом случае, у него рука на 2 очка будет дороже, потому что у него, и мы знаем, что тот игрок-то собрал со стены, четверку взял, не знаю, соберет ли он со стены, я стены сейчас не буду открывать. вот ему приходится стены, я посчитал, что не хватает очков, надеюсь, он не объявит ложный вожонг, да, ну, все отлично, все идет к тому, что Гуидан сейчас возьмет со стены четверку точек и объявит, так, а, нет, не объявит опять, опять ему не хватит четвертый, нет, подождите, хватит ему четвертый точек, у него будет еще один короткий ряд, закрытая рука 4, все ЧУ 6, 2, 1, Афу, ЧУ 1, 2, 3, это 7, и короткий ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, точнеха, вот тут то, что нужно, соответственно, у него будет рука дороже, на, в общей стоимости у него будет дороже на сколько, на 6 очков, скорее всего, сейчас проверим, игрок напротив так и не смог собрать руку, здесь ожидания, как и в прошлой партии, у Бо Ланг, это игрок из Швейцарии, привет, Монморенсе, мы смотрим дубликатный Маджонг, кстати, а что ждет, а ждет ли вообще, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, только, нет, 1, 2, 3, 2, 3, 4, Бо Ланг собрала ожидания, но, ей не хватает, для того, что сыграть со сноса, хватит ли со стены, 6, 7, даже со стены не хватает, не знаю, ей нужно перестраиваться, как-то, видимо, задержка большая, больно на стриме, да, я вот вижу, что у меня тоже на планшете, то, что у меня играет, большая задержка, но я не знаю, в чем проблема, потому что у меня никаких потерянных фреймов нет, вот, вот, ну, после этой сдачи я попробую что-то поменять, пока смотрим дальше, главное, чтобы не было зависаний, вот, если большая задержка, это можно перетерпеть, в принципе, заходит четверка, Гуидан объявляет, ху, и упс, а у него почему-то меньше, так, а, но меньше у него, потому что это всего лишь эта рука без, без чисто, смешанного ряда, то есть за тем столом швейцарец смог собрать чистый ряд, и поэтому он стоит 8 очков, а здесь пришлось набирать по чуть-чуть, по чуть-чуть, и собрал на 48, кстати, вопрос, если комбо еще на связи, при подсчете так называемых импов, то есть очков за, собственно, победу, которые в дубликатном Маджонге считаются, которые идут в зачет в турнирные, как бы турнирные очки, будет ли эта разница между тем, между стоимостью рук влиять на эти импы, будет ли считаться, что швейцарец эту руку сыграл лучше, потому что он получил 60 очков, а вот Гуиден собрал 48, наверное, будет, хотя я должен, хотя я бы сказал, что Гуиден играл гораздо более правильно, скажу, гораздо, это, наверное, лишнее слово, просто он играл получше, играл надежней, он не открывал руку, собрал все, используя исключительно те кости, которые у него есть в стене. Так, ну, очень быстро посмотрим, собрали ту же самую руку за другими столами, чтобы не задерживаться, так, сразу переходим в последний Торн, 12, здесь, Чоу, снос тройки, ага, а здесь собрал руку другой игрок, между прочим, не понимаю, next step, кто это, ага, это игрок справа, та рука, которая не смогла в прошлом, на прошлом столе сыграть Бо Ланг из Швейцарии, а почему не смог сыграть эта рука, почему не сыграла, чуть-чуть ему не хватило, на третьем ходу игрок тоже брал четверку, здесь как-то по-другому пошла игра, напротив, не скидывал зеленых драконов, не скидывал ветра, почему-то не вышел белый, нет, вышел белый дракон, но здесь его не взяли на панк, интересно, игра пошла по-другому, как видите, и выиграл совершенно другой игрок, и за третьим столом, давайте посмотрим, что произошло в самом конце, здесь игра, ой, извиняюсь, здесь игра закончилась на одиннадцатом ходу, тоже та же самая рука в открытую у Швейцарки в этот раз, и... кто здесь выиграл? Ага, здесь выиграл игрок, ну, тот же самый, что и за тем столом, таким же самым образом, любопытно. Еще раз всех приветствую, мы с вами смотрим реплеи с онлайн-ого турнира по дубликатному мажонгу, где сравниваем, как игроки за разными столами разыгрывали одну и ту же руку, кто из них был более скилловый. Сейчас мы наблюдаем за второй издачей, и смотрим, как ее разыграл Гоиден, игрок из России. Сразу же бросается в глаза хорошая ситуация игрока напротив, что-то, сдвигается все, извините, к сожалению, иногда у меня движется экран, захват не самый удачный, хорошая ситуация напротив, можно собирать 6-7-8 уже есть, то есть 5-6-7 в бамбуках, 7-8-9. Кстати говоря, вообще шикарная ситуация, господа, без одной ожидания напротив. Но тут, в общем-то, мне кажется, вопрос решен, игрок напротив, скорее всего, эту руку соберет быстрее всех остальных, потому что у остальных ситуация слева совсем плохо, справа тоже не очень. Ну, да, не очень. И Гуиду, наверное, вот у него по скорости вторая после игрока напротив. Ну, глянем, что выйдет из этого. Так, как же мне сделать так, чтобы ничего не двигалось? Даже не знаю. Поехали. 7. Я бы здесь на месте нашего игрока сносил бы ветра драконы. Что он и делает? Божественно заходит напротив. Просто какой-то кошмар. Если бы это было Ричи, сейчас бы полетело бы Ричи на первом ходу. Да, обалдеть. Сносит, конечно же, ветер, выходит в ожидание, ждет семерку бамбуков. Так, Гуиден не кинет эту семерку. И мы видим, что игрок левый и справа, если к ним зайдет семерка со стены, они ее, скорее всего, оставят, потому что она им замыкает Чи 789. Соответственно, он может ее взять со стены. Давайте посмотрим, а есть ли она у него в стене. А в стене у него нету семерки бамбуков. Как интересно, да? Семерка бамбуков есть в стене у всех остальных игроков. Продолжаем смотреть. Заходит 5-6-7. Отлично. Гуиден, давай, давай, Гуиден. Дави! Открывает Чи, скороспелый европеец. Так. А четверка, если он возьмет четверку со стеной, у нее есть, в стене четверка. Есть, но не скоро. Нет, что я говорю, нет, и четверки у него тоже стены нету, то есть со сноса четверка ему тоже не заходит. Прикольная, прикольная раздача. Так, Гуиден 9 или белого? 9. Так, пятерка, надо оставлять пятерку, сносить белого. Сносит двойку сначала. Ну, не знаю, можно и так. Нашим игроком зовут Александр. Привет, Павел. Я забыл уже, мне комбо подсказал, он заходил на стрим. Так, 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 опа, Александр решает открыться. Правильное решение, потому что он в этом случае выходит в ожидании на семерку символов, что с семерками. Одна напротив, одна в сносе. Так, справа, кстати, семерку могут пристроить. Слева семерку отдадут. Есть ли у него семерка в стене? У Александра семерки в стене нет. Интересно, что будет происходить дальше. Так, тут не знаю, зачем игрок слева держит так много благородных, надо что-то сносить. Ну, сейчас он в ветерке нет, понятно, западный. Да. Так, ну, если что, у Александра есть возможность перестроиться. Он может перестроиться в 4, 5, 6 в бамбуках, либо 6, 7, 8 в бамбуках и иметь другое ожидание. Вряд ли он это сделает, потому что тройное ЧО дороже, чем смещенное ЧО. игрок слева берет панк. Вот европейцы, они любят так играть. Я, конечно, извиняюсь за этот комментарий. Не имея, например, пары, даже имея плохую ситуацию в символах и плохую ситуацию с драконами, Рауль Виос решает играть все типы. То есть, ему нужно, чтобы ему зашло и в драконах, и в символах. Ну, не знаю. Запомним, кстати. Запомним. Это что он играет? Он играет на севере. На севере вот так игрок поступил. Опа! А вот и семерка. Ну, кстати говоря, я обращал внимание, что у Евгения в стене есть семерка. Ему не повезло, не повезло тем, что так, а назад здесь можно вернуться? Не знаю, по степу. Девятый, да, давайте восьмой вернемся. Ему не повезло, что у него в стене семерка лежала ближе всех остальных. Да, и когда он ее достал, он ее снес. К сожалению, мой прогноз, что игрок напротив выиграет, потому что у него была очень хорошая стартовая рука, он, к сожалению, оправдался. И Александру не повезло из-за того, что ожидания лежала у него раньше буквально на... Ну нет, у швейцарки семерка очень далеко лежала. Вот, у Риуса семерка еще через несколько ходов только приходила. Жаль, что так сотряслось. Но что делать? Теперь меня тоже разберут. Да, посмотрим теперь игру эту выигрышную. Значит, рука у нас получается напротив. надо, чтобы напротив сидел россиянин, и мы посмотрим. Вот, и сонет, как он и сыграл. Сейчас от его имени с его стороны посмотрим, как он разыграл эту руку. Вот та самая шикарная рука. Смог ли он сыграть? Напомню, что за предыдущим столом мы видели, что Маджонг был объявлен на девятом году. Можно ли здесь было сыграть быстрее? Но, скорее всего, нет. Если он выйдет опять тоже в ожидании на семерку, у него мы знаем, что семерки в стене его нет, ему придется ждать, пока кто-то скинет семерку. То есть, либо он дождется вот этой семерки в стене, либо есть вариант, что если игрок напротив решит собирать что-то другое, и скинет эту семерку раньше. Но, к этому моменту нужно быть в ожидании, во-первых. второй вопрос. Можно ли эту руку собрать иначе? Можно здесь смешанный ряд сделать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и тогда ожидание будет либо на четверку, либо на семерку символов, либо на четверку бамбуков, либо на девятку точек. Стена не очень этому благоволит. Семерка заходит, четверка бамбуков не заходит. Девятка есть точек. Ну, что же, поехали, посмотрим, как и Санет с этим справится. Ой, тю-тю-тю-тю, Евгения, да, опять я забываю, что Евгения, прошу прощения, перед игроками. Вот заходит семерка, Евгения, наверное, сейчас очень радуется, потому что видит, что у нее ожидание на 7 бамбуков. Ну, честно говоря, я не вижу никаких оснований для игрока сейчас менять ожидания. Никаких. Да, она не знает, что происходит в стене, она не знает, как эту руку сыграли, как эту руку играют с другими столами, но получив вот такое ожидание, я бы перестроился только в том случае, если бы кто-то объявил закрытый конг. И если бы я увидел в сносе там четверку бамбуков, может быть, я что-то менял. А так я бы тоже сидел и так сказать, тупо ждал. пока шансов на семерку получить ее раньше нет, потому что игрок напротив тоже ее оставляет в руке. Скорее всего, все будет продолжаться, но игрок напротив играет немножко по-другому, не так, как сыграл Александр за своим столом. игрок напротив. 4-5-6, 5-6-7. Если вы помните, Александр играл три раза 5-6-7, а здесь остается, конечно, такая возможность, но непонятно, что в итоге получится. Двойку он сносит. Тройка. Так. Вот заходит семерка та самая, и здесь, ну, конечно же, игрок снесет семерку бамбуков, потому что единственный вариант ему не сносить семерку бамбуков, это решать, что он играет дополнительно все простые, ему нужно сносить все единицы, это длинный путь. Семерка бамбуков пойдет с носа. Да. И здесь ху. Ху! Что же, молодец, на том же самом, на один ход раньше, на самом деле, на восьмом ходу Евгений объявляет маджонг. Я, кстати, вот задал вопрос, не знаю, турнирных очков стоимость собранной руки. Разыгрыш в розыгрыше первой сдачи мы видели, что российский игрок собрал, получил 48 очков за взятие со стены, а швейцарец ту же самую руку собрал взятием со стены со стоимостью 60 очков. Вопрос, имеет ли это какое-то значение. Пойдем дальше. Возьмем третью руку. Третью руку. Смотрим, наверное, за Евгением и дальше. У Евгении неплохая рука. У нее есть хороший шанс собрать смешанные чоу, либо три одинаковых чоу. 2, 3, 4. У остальных справа не очень. Напротив непонятно. Длинная масть в бамбуках в принципе есть, но тоже не ахти. Слева тоже рука похуже, мне кажется. Но в принципе да, тоже похуже. Мне больше всего нравится то, что у Евгении сейчас есть. Посмотрим, как она эту руку разыграет. Сейчас она будет скидывать с ветра драконы. Вполне очевидно. Вот. Теперь когда что-нибудь интересное зайдет, пока не заходит, я приостановлюсь. Заходит пятерка, но ее нужно оставлять, сносить 9 бамбуков. Правильно. Точнее, не то, что правильно, она поступает та же, как бы я поступил. Она открывает чьи. ну, конечно, у каждого свой подход. Открыв чьи, что она имеет? она пойдет в смешанное чоу. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. И ей нужно будет решать в какой-то момент, открывать ли панк для того, чтобы определиться с парой, либо ждать в 7, 8, 9, чтобы сохранить фанк в си чоу. посмотрим. Так, пока игрок, у игрока справа все плохо, она пытается собрать, видимо, все типы. Игрок напротив сохраняет здесь, наверное, бамбуки. Сейчас решение нужно принимать игроку напротив, оставлять ли 7 символов или полностью переходить в бамбуки. пока решает оставить. Но еще пар много у него, да? То есть, он думает, что делать. Так, вот здесь странный снос. 3 бамбука. То есть, игрок слева выбирает, что он выбирает. Очень странный снос. Чистый ряд пока еще далеко. Гораздо ближе смешанные смещенные чоу. Ну, не знаю. Окей. Допустим. Так, Павел пишет, что действительно турнирные очки считаются по сумме игровых очков команды. То есть, да, значит, зависит стоимость руки зависит от оказывает влияние на турнирные очки. берет 2, 3, 4, да, решает, что это не будут все чьи. Ожидания пока нет, но скоро, надеюсь, будет. Здесь вот надо решать, что делать. Либо оставаться с ожиданием в две пары, перспективе, либо, ну, здесь в любом случае восьмерку нужно сносить. Да. Собственно, выбора большого нет. Так, напротив, без одной ожидания в семь пар. Или нет, еще, нет, еще одна нужна пара там. здесь игрок упорно пытается собрать слева смещенное чоу. Так. Непонятно, зачем игрок напротив держит семерку. Что он, на что он рассчитывает. Наверное, уже держится из-за того, что она стала опасной. Так. Вот только сейчас решает ее снести. семерка. Ну, потенциально опасная семерка, но кидать ее придется, наверное. Да, кидает. Вот, заходит еще одна пара. Игрок все-таки решает напротив играть семь пар. Пока туда не заходит семь пар, это хорошо. Евгений заходит ожидание. Она сносит сейчас четверку точек. Это снос, который проходит. У нее ожидание на тройку символов. Что мы знаем про тройку символов? Что она ни разу не выходила. Один раз выходила. Нет, один раз выходила. и что в стене. И что в стене? У Евгении в стене тройки нет. Ближайшая тройка на следующем круге находится справа в стене. И напротив в стене тоже она есть. И, кстати, оба игрока и справа, и напротив могут ее кинуть, потому что у них другое ожидание будет. Так, здесь игрок что-то восьмерку скидывает. Непонятно. Единицу боится кинуть, видимо. Заходит четверка, кидает четверку. Двойка. Так. Игрок слева открывает чьи. И выходит в ожидание на семерку бамбуков. Молодец. Молодец. Тут берут чьи. Что снесут? Мне столь важно, что снесут стоит. Сносят тройку. Вот, заходит тройка. Сейчас будет все зависеть от того, какое решение примет игрок напротив. Привет, ноутайм. Добро пожаловать. К сожалению, игрок напротив решает снести девятку. Так. Тройка проходит. Но решает снести шестерку, а не тройку. Ну, не знаю. Почему-то показалось ей, что... А, все абсолютно правильный снос, потому что в этом случае у него Евгений получает двустороннее ожидание 3-6 в символах и на следующем круге берет шестерку со стены. Так, у других игроков шестерок со стены нет. Смотрим. Упс. А Люк ее опередил. Я как-то мало за ним следил. Он собрал 7-8-9 три раза и взял со стены. Не получилось Евгению собрать эту руку. К сожалению. Ну что же, посмотрим. Теперь мы знаем, что руку собрал игрок, который играет на юге. Знаете, вот эту третью сдачу он собрал на 17-м ходу. Очень длинная сдача. И собрал он тройной еще 7-8-9. Давайте найдем стол, где этот юг отыгрывает российский игрок. Вот мы сразу нашли. Это Павел. Nomwise будет отыгрывать эту руку. Поглядим, успеет ли он сделать ху раньше остальных. Поехали. Но сразу скажу, конечно, вот вы видите стартовую руку. Она очень далека от руки 3 раза 7-8-9. Я даже сомневаюсь, что это та же самая рука. Может, я ошибся. Очень далеко. Смотрим, каким будет применять решение я бы здесь сносил, конечно, ветра драконы. Да, собственно, давайте прокрутим эту часть. Здесь Павел принимает такое резкое решение. Очень резкое. Открыть банк драконов. Что, Павел, я могу тебе, наверное, по этому поводу сказать? Что я тебе могу сказать? сказать. Ну, круто, конечно. Не имея хорошей ситуации в бамбуках, имея всего лишь один ветер, это такой вот рулеточка, рулеточка. С другой стороны, рука была такая не очень. Тоже могу с этим согласиться. В плане того, чтобы собирать смещенное ничего, но тем не менее, чего как-то по идее должны быстрее заходить, чем остальное. Ну, Павел, зачем ты спойлер сделал в чат? Что никто ее не собрал? Вот. Интересно. Но тут немножко повезло, зашли точки. Интересно, зайдут ли бамбуки. Так, точки заходят, это сейчас момент истины. Еще есть шанс что-то изменить. Например, можно попытаться собрать все-таки смещенные челы с панком драконов. Здесь 5, 6, 7 собирать в бамбуках. 4, 5, 6 уже собралось. Пап. В этом случае ты сохраняешь пару и сносишь южный ветер. Единственное, что южный ветер ни разу не выходил. Тебя может остановить то, чтобы сносить. А что у тебя в стене? В стене у тебя семерка бамбуков есть? конечно, об этом не знаешь. То есть на 5, 6, 7 ожидания можно организовать в бамбуках. Смотрим. Да, ну, наверное, так ты решил собирать 5, 6, 7. Но по-прежнему оставил ветер в надежде, что если он зайдет, то что. Ну, не знаю. Может быть. Так, у других что происходит? Пока ожиданий нет. Берут панк зеленых. Видимо, здесь за этим столом игрок с большим количеством бамбуков решает играть чистую масть. Фулл флэш. После выхода юга юга югов надо накинуть юг. Нет, не кидаем юг. Окей. Заходит тройка. Ну, надо ее, наверное, скинуть. Да. Так, вот зашла 7. 8. 9. Что тут игрок будет делать? Ну, пока тоже у него ожидания нет. Сносит четверку, заходит шестерка, сносится шестерка. так, вот зашла семерка. Надо сносить юг и выходить в ожидании на шестерку бамбуков. Павел именно так и поступает. А что, ну, Павел, конечно, сделал спойлер, сказал, что он не выиграл эту сдачу. Шестерку слева он вряд ли получит, потому что ее оставят в руке. А тут шестерка в самом конце лежит, да, слева. Да, к сожалению, шансов мизерное количество. И, скорее всего, скорее всего, кто здесь ближе всех? Кстати, непонятно, здесь игроки по-другому разыгрывают. Никому ничего не заходит. Может, вообще ничья получится. Да, ничего не заходит. Тут уже справа пошла защита. Тут зашла тройка никчемная. Белый дракон. Да, пошла во всю защиту справа, уже рушит руку. Тут какие-то попытки что-то открыть. А, тут вышел такие ожидания, извините, не обратил внимание, на чистый ряд. Герард вышел или Жигах. Смотря что и как. Так, ну и что у него? Двойка, две двойки у Павла, точек, одна двойка в сносе и негодяй. Его двойка в стене лежит, а у него. Видели, да? Какой же негодяй, а сейчас выиграет. Защищайся, не защищайся, получишь манджонг со стены. Что, очевидно, то не спойлер. Окей, хорошо, договорились. Остается последний круг перед тем, как он возьмет двойку со стены. Никто больше в ожидании, кроме Павла, выйти здесь. А, нет, вот я вижу ожидания, технические ожидания напротив, но там не хватает очков. Если только семерка последняя, а семерка последняя, кстати, вот последнюю семерку ждет напротив игрок, но она находится слева, и берут со стены и объявляют ху. Окей. Вот так вот совершенно по-разному все сложилось. В данном случае Павел не смог собрать эту руку, которую швейцарка собрала за другим столом. если зайдет ветер, достаточно одного бамбука в руке для выигрыша. Ну да. Идем за следующую сдачу. Сдача номер четыре. Посмотрим, что здесь Павел смог сделать с его стартовой рукой. Рука у него на старте соблазняет играть либо чистый ряд в бамбуках, либо если зайдет второй дракон играть все типы либо чистую масть еще дополнительно или только чистую масть. Но я бы здесь больше склонялся приоритетом бы ставил чистый ряд в бамбуках, а там как пойдет. Справа справа все типы возможно напротив непонятно. И слева скорее всего игрок начнет играть все типы я думаю. Ну да, скорее всего именно так. Поехали. Опять видимо задержка накопилась на стриме. К сожалению. Что-то сегодня Гудгейм тормозит. Да, почему такая задержка на стриме? Я не знаю честно говоря. вот можно даже делать не в Гудгейме, а в рестрим сервисе. Давайте на всякий случай проверю, что у меня в настройках. Я в настройках никакие задержки не выставлял. Вот так. Давайте посмотрим. Сейчас я даже не знаю где это задержка. нет задержки нет. От меня задержки не идет. Буду делать рестарт время от времени наверное, чтобы вопрос решить. Да, вот Павел берет чей, открывает, сносит тройку точек, решает эту руку играть через чистую масть по всей видимости. Так оно и есть. Слева тоже к чистой масти стремятся. Справа можно было потерпеть и играть пары, либо закрытые панги, но игрок не терпит. Справа открывает. Чу и что? Тут ему придется сносить девятку точек наверное. Да, так он именно и сделал. Вот пишут в чате, что на Твиче нет такой большой задержки, поэтому все, кто смотрит, пожалуйста, можете пользоваться Твичом. Можете оставаться в чате на GoodGame, но смотрите Твич. Так, Павел очистил руку от всего ненужного. Напротив пытаются собрать чистый ряд и на самом деле без одной выжидания в чистый ряд. Нет, без одного не хватает, тут еще без двух. Вдруг справа играет все типы, не знаю, мне кажется, это ошибка, в этой руке можно было пособирать панги. Давайте глянем. до восьмерка панг у него панг восьмерок точек получался бы. Он также брал бы со стены второй южный ветер, он брал бы со стены так смотрим две шестерки символов у него было бы и панг восьмерок бамбуков, то есть он вообще бы здесь мог четыре панга закрытых сыграть игрок справа, но решил по-другому сыграть. А зря. все типы очень наглые наглые все типы слева ничего у тебя не получится слева с такой игрой это не получится у тебя что ты там пытаешься кто так играет вообще тут объявляет конг окей но у тебя все равно нет ожидания о а вот это повезло за конку он берет семерку бамбуков и выходит в ожидание вот наглец на южный ветер два вышло и один ветер у него в стене по-моему насколько я помню да на третьем круге он берет этот ветер со стены Павел нужно поднажать нужно успеть раньше собрать Павел к сожалению не заходит а жаль опять сейчас чуть зашло но не туда куда нужно зачем такая рука она так что хочет сделать Павел а внешняя рука окей не обратил внимание согласен внешняя рука он выходит в ожидании на 9 и западный ветер ни того ни другого а 9 нет ни того ни другого руки у него нет на следующем круге через два круга здесь берут южный ветер справа а что еще по 9 и западу запад только если слева кинут а кстати справа кинут запад на втором круге о классно посмотрим открывает чего он решает играть открытую руку что ли не понял ну единственное чем это можно объяснить открытие последнего последней комбинации игрок решил добавить себе еще 6 очков в руку за открытую руку и будет ждать на юг либо он хочет сейчас всех перехитрить снести юг и ждать типа на семерку а все будут думать что он ждет на на ветер нет он ждет на ветер ну не знаю других ожиданий нет вот сейчас шанс снести запад слева увы не снесли все таки дождется видимо игрок справа юг со стены к сожалению и вот сейчас есть шанс передумать но это глупый шанс потому что восьминку почти последняя да он вставляет ожидание на ветер к сожалению здесь игрок слева выбирает снос восточного ветра а не западного и вы здесь а о вот он момент истины так ну надо сносить юг к сожалению для павла здесь нужно сносить юг даже не знаю что у павла в руке потому что юг два раза выходил а запад ни разу надо сносить юг так и происходит правда игрок тем самым тоже не знаю что у него следующий на следующем круге он берет юг со стены он об этом не знает и делает ожидания одинаковые с павлом на запад ну павел еще на девятку ждет а девяток нет да девяток а девяток все девятки кончились собственно павел об этом знает что они кончились так ну что же ну если игрок слева не кинет запад то это будет ничья сейчас посыпает голову пеплом игрок справа потому что он взял со стены юг который кинул сам ну да ить конг упс ограбление конга а он успел успел таки собрать ожидания ха-ха-ха о-е да то есть тут павел в принципе у него не было шансов на самом деле не снести но у него был шанс не делать конка просто бросить девятку и тогда рука игрока напросив что стоило бы дешевле стоило бы дешевле вот так вот так да он ему добавил очков 23 ход предпоследний снос практически предпоследний круг разыгрывается я думаю что вот я хочу посмотреть как другой российский игрок сыграл игруку справа потому что здесь очень напрашивались закрытые панги значит справа у нас что юг давайте посмотрим кто так нет это не здесь это здесь смотреть чтобы наш игрок был на юге вот Александр на юге давайте быстро прокрутим посмотрим что он какие решения он будет здесь принимать ой нет почему-то очень далеко почему-то девятый круг уже нет так то есть вопрос в том будет ли он сохранять пары в руке а вот все уже уже не так пошло к сожалению он снес восьмерку еще раз восьмерку тем самым от панга восьмерок он уже отказался и так же как и тот игрок думает собирать все типы но при этом не открывается и это ему большой плюс что он не открывается а между прочим между прочим игрок слева уже ждет обалдеть на четверку точек опа совершенно по-другому все идет четверка точек у него нету в стене и она последняя в стене напротив так еще открывают а что собрали а пар все панги собрали напротив к сожалению эту руку собрать не удалось 8 очков нет почему нет 3-4-5 а да пара пара ветров у него руки действительно нет у него а зачем тогда он так играет 4-5-6 1-2-3 он хочет собрать здесь на единицу а единицы все вышли тупик слева был конечно тупик дача смотрим какой разыграл александр играющий под ником гу гу ибин господа да я вижу интернет лагает нет это не интернет лагает на agile это я делаю рестарт поэтому на ютюбе тоже картинка могла замереть сейчас она должна обратно была пойти все должно быть в порядке более менее насколько это возможно сегодня итак смотрим как эту руку разыграл александр ему хорошо заходит в чистый ряд потише мышку вот таким образом так чистый ряд и может быть даже чистая масть но нет будет чистый ряд собирать между тем слева ничего особенного пока справа напротив тем более справа а справа ожидания справа ожидания на 6 точек в смешанные смещенные чи тиран верное замечание конечно но поскольку я стримлю через рестрим сервис могу сказать что у меня ни одного дропа нет от меня то есть это проблема сервера на который я выпускаю поток из которого идет рестрим скорее всего вот но насколько я понимаю на твиче серьезных проблем нет и на ютюбе то есть картинка там останавливалась только тогда когда я делал рестарт так ждет он 6 точек к сожалению одна 6 точек лежит в руке у Александра вторая 6 точек лежит слева с высокой вероятностью что слева ее кинут а в стене у него 6 точек нет боюсь что господа игрок справа сейчас выиграет вот сейчас к сожалению слева снесли 7 не оставил он 3 4 но 3 4 собирается да собирается из чего выиграть вокруг 3 4 так извините немножко смещается девятка девятка семерка и вот сейчас сейчас к сожалению Александр может принять решение трагичное для него снести 6 точек но нет он решил перестроиться он решил не собирать не пытаться собрать чистый ряд и это очень хорошо он не отдает шестерку точек ему очень повезло тут просто шикарный расклад 6 точек он уже не бросит а вот слева сейчас на следующем круге 6 точек могут пойти панк панк что это такое 4 5 6 снос напротив снос 5 точек ожидаем 9 точек опа вот все к сожалению это маджонг слева а справа сейчас будет 6 точек да Рауль Риос Александр молодец да он не знаю сообразил или просто так сложилось но молодец что не скинул сам маджонг слева но рука не очень интересная не знаю имеет ли смысл смотрите как ее наши сыграли но если только очень быстро только очень быстро слева у нас что слева восток странно кстати почему слева восток точно восток ну да давайте зайдем на стол где слева играет россиянин быстро посмотрим получилось ли у него сделать то же самое так это стоп нет что-то что-то то напротив получается нужно смотреть как я здесь оказался очень понятно так давайте восток 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 я запутался как попасть на этот на ту же самую сдачу чтобы там сидел другой врок вы понимаете вообще что происходит могу сказать как так мы смотрели как играет гуида на пятом да вообще дро пишут а это тейбл 2 тейбл 4 тейбл 3 вот рауль собрал так тейбл 4 мне пишет что он играет на востоке я пытаюсь найти пятый стол чтобы наш сидел игрок на востоке вот наверное вот это вот да павел на востоке не слез ну я бы здесь на самом деле играл бы не так как сыграл тот игрок посмотрим как здесь получится павел открывает 7 8 9 то же самое пока все ну да и ждет уже на девятку все то же самое сыграет ли он а у павел то крут павел берет со стены и выигрывает гораздо больше на этой руке стоп нет почему не со стены а он 3 3 одинаковых чего собирает вот во в чем дело он ждет здесь шестерку а не девятку у него в стене нет шестерки а ну собственно то же самое да извините что-то я это зарапортовался все то же самое ждет шестерку все более-менее то же самое те же самые ожидания те же самые вероятности точно так же слева держит шестерку напротив держит шестерку пока так ну-ка ага последняя шестерка в стене еще есть вот игроку напротив зашла в пару с шестеркой вот здесь он мог выбрать какую пару оставить пару шестерок точек и это плохо для Павла либо семерку символов паре оставить что бы я сделал на его месте но я бы чисто по инерции снес бы шестерку точек не стал бы трогать семерки посмотрим что произошло однако увы он решил он решил оставить эту пару блин не повезло Павлу остался шанс кстати хороший шанс на последнюю кость вообще выиграть потому что здесь последняя шестерка лежит напротив и она игроку напротив не нужна так смотрим открывает чо выходит в ожидание и все заканчивается да а вот кстати заканчивается ли ну тут много вариантов игрока слева он может снести шестерку может он может снести ту двойку к которой он пришла тогда Маджонг сыграет игрок напротив он может решить снести пять символов например и наверное три четыре пять четыре да нет так так у него не складывается хотя хотя конец конец партии может вообще защищаться но смотрим да он все таки пять символов кидает красота красота кидает пять символов еще раз в общем уходит в защиту дро а вот она в чем дело а я про это правило забыл я про это правило забыл смотрите в отличие от обычного Маджонга в дупликатном Маджонге ничья может наступить чуть раньше чем закончатся все тайлы неразыгранные а именно ничья наступает в тот момент когда игроку чей код следующий нечего взять у него кончилась стена мы видим что игрока напротив а игрока справа кончилась стена из-за этого произошла ничья и мы не дождались розыгрыша вот этой последней шестерки которую бы на следующем ходу я так понимаю брал бы игрок напротив и сносил вот такая приключилась история да я вижу что большие проблемы на гудгейме поэтому господа все переходите на твич и на ютюб вот я может быть даже вам скину ссылочку давайте можете оставаться в чате на гудгейме если чат работает вот эта ссылка на твич эта ссылка на ютюб там все должно быть в порядке к сожалению почему-то на гудгейме сейчас рестрим плохо работает погнали дальше сдача номер 6 смотрим как играет эту сдачу павел рука так себе справа знаю европейцев начнут собирать все типы напротив смешанное чоу я бы собирал слева слева может получиться какие что-то такое типа чистых смещенных чоу в точках например какой вариант поехали дождемся когда павел несет единицу точек вот он делает это что происходит напротив справа действительно хотят все типы напротив так извините мне здесь ругается компьютер что у него диск переполнен это из-за того что я записываю и слишком большая видимо там большой размер файлов сейчас чуть почистится небольшой такой перезывчик здесь есть что удалить на самом деле раз 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 отлично кстати может поэтому лагает из-за того что у меня были проблемы с записью здесь странно что поэтому так возвращаюсь комментирую так чуть-чуть чуть-чуть сюда открывает там он 789 он хочет собирать смешанный ряд напротив удачи ему павел павел тоже открывает 789 почему он открывает 789 тоже резкое такое движение в надежде собрать 567 в символах не знаю не знаю пока стена ему не помогает кстати что в стене у него а в стене у него и 5 не 6 нету не 7 не 6 нету так что затея это была неудачная пока ожиданий нет ни у кого или 3 раза по 789 ну тоже можно на это надеяться но к сожалению мы видим что этот вариант со стены тоже не проходит а здесь к сожалению если у тебя в стены нету второго тайла для чип то ничего ты уже не сделаешь интересно сможет павел это прочувствовать и что-то поменять в своей игре я думаю что навряд ли потому что тут уже деваться особо некуда раз уж так открылся открывает конг в общем совершенно как-то хотя что он тут все неужели все типы он хочет собрать справа вот он наглеется да не зайдет тебе направо ему красный дракон зайдет черт возьми вот кому-то везет кому-то нет так что здесь напротив 7 8 так 4 5 6 ожидания пока нет у него там напротив так извините чуть дергается заходит ему красный дракон выходит ему на ожидание на шестерке символов либо красный дракон одна шестерка пристроена в стене у него нету ни того ни другого красных драконов ой-ой-ой Павел 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 берегись ну Павел в каком-то смысле повезло потому что собрал а я не увидел здесь 6-7 извините я так мелко что я не обратил внимание здесь 6-7 было в ожидании да а не шестерка да сори сори собрал Жигар все типы но он очень нагло это делал вот я так не умею как они как вот они умеют что ищем где на востоке где справа сидит российский игрок смог ли он эти все типы собрать Евгения Евгения покажи нам класс нет Евгения не соберет все типы знаете почему точнее она не соберет все типы с красным драконом правильно сел правильно потому что наши игроки играют надежней да видите она сразу сносит зеленого так и будет собирать смещенные щи хотя пока сносит видите снесла двух восточных восточных ветра вот это более надежная игра без открываний ну да ну подошел зашел тебе панк со стены но ничего страшного самое обидное что она может не выиграть а вот тот игрок который играл ненадежно он выиграл так что здесь сделать не знаю 9 9 бамбук вкинуть 4 кидает окей открывается открывается потому что видит ожидание на 7 точек ожидание с одной стороны хорошее но две семерки пристроены в руках третья семерка в открытом чей и последняя семерка у нее в стене то есть ей нужно сколько кругов очень долго очень долго ждать на эту семерку а она кстати подруг стоп я опять неправильно посчитал почему она так пока я не вижу здесь маджонга с ее стороны надежная игра это больше вариантов можно было бы собирать чего а ставить пару ветров а да слушайте я вообще плохо спасибо алгар что-то я не увидел замылилась что-то глаза совсем действительно 5-8 здесь она ждет с двух сторон собственно это то же самое ожидание на которое вышел игрок в прошлом за прошлым столом но он вышел полностью практически там с открытой рукой со всеми типами ему очень повезло вот здесь гораздо раньше ожидание получилось да и оно в принципе такое же но все на самом деле лучше как мне кажется хотя дешевле по-моему дешевле к сожалению но быстрее если бы скорость учитывалась при подсчете турниров качков было бы дубликат на маджонге было бы совсем правильно насколько я понимаю скорость не учитывается надо нести такое предложение чтобы учитывалось также на каком ходу был объявлен маджон как-то это пересчитывалось в турнирные очки ждет она 5-8 ни того ни другого в стене у нее нет есть шанс напротив получить восьмерку и скорее всего она ее получит скоро если не успеют собрать другие игроки не получит к сожалению со стены окей быстро идем дальше говорят там в конце партии были самые прикольные сдачи смотрим как Евгения сыграет эту руку здесь напрашиваются тройное чего 3-4-5 или какие-то смещенные чего вокруг пятерки или четверки есть ли здесь руки убийцы справа неплохая рука напротив не очень слева тоже не очень поехали сносим ветра сносим сносим ветра что ж не везет решает открываться ну не очень я с этим согласен особенно когда речь идет об открытии двухстороннего чего где у тебя было ожидание с двух сторон если бы открывать 3-4-5 вот здесь вот в точках это еще как-то оправданно здесь я полагаю что была излишняя спешка открывать 3-4-5 пока не заходит открывает еще ночи но ожидания нет сносит наверное 8 символов нет решает снести но тоже странно я бы не стал шестерку сносить здесь я бы оставил потому что кто знает может быть я буду сыграть 4-5-6 в конце концов может случиться так что в общем в любом случае мне кажется это более правильно так смотрите-ка напротив уже ожидание в 7 пар на девятку ай-яй-яй ай-яй-яй-яй а что у него с девяткой быстро быстро он собрал хектор девятки у него в стене нет так и ни у кого нет девятки в стене и эту девятку эту девятку может кинуть к сожалению а нет не кинет Евгения тоже ее не кинет мертвое ожидание напротив чистый ряд же а вот Павел видишь если она начнет играть чистый ряд и ты думаешь она играет чистый ряд то она кинет девятку и попадет в 7 пар она конечно об этом не знает она конечно не знает об этом чистый ряд говоришь ну что же посмотрим пока она не решается на чистый ряд все-таки она играет не чистый ряд слава богу вот берет 3 4 5 и ждет тройку получается да да ждет тройку символов что с тройками у нее в стене не скоро но очень скоро справа и справа игрок скорее всего а нет справа игрок может оставить в руке эту тройку к сожалению но еще слева тоже может в руке оставить ай засада ну как минимум Евгения держит девятки и 7 пар не состоится если только да игрок справа оставляет тройку в руке как я и опасался игрок слева тоже оставит ее в руке нет а почему он не оставляет ее в руке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Он хочет сыграть, да Поэтому решает, что здесь 4, 5, 6 Что же, не повезло ему Повезло Евгении Евгения Собирает Маджонг Так, ну Как сыграли другие игроки, я думаю, смотреть не имеет смысла Единственное, что можно быстро посмотреть Собрал ли россиянин 7 пар здесь В этой 7 издаче Это нужно найти игрока Чтобы россиянин сидел напротив Вот, кстати, Александр сидит напротив Давайте по-быстрому посмотрим Конкретно 7 пар Собрал или нет И вообще пошел ли он в 7 пар Так, пока все нормально Да Вот сейчас момент такой, что нужно решаться Либо 7 пар, либо все типы Я думаю, что Нашим игрокам более свойственно играть 7 пар Чем все эти типы В закрытой руке Но Я ошибся И он решает играть все-таки Все типы Тем самым На самом деле увеличивает свой шанс Потому что мы знаем, что 7 пар здесь не собралось Игрок напротив Игрок напротив играет Похоже на то, как играла Евгения Смотрим Да, пока практически то же самое Напротив происходит К сожалению, Александру не заходит ничего Но Напротив Собралось Ну, то же самое практически Только это другие Смешанные Смешенные Че По-другому Но Собралась та же самая рука И здесь Александр даже близко не был К тому, чтобы Что-то собрать Переходим на восьмую Руку Смотрим за Александром Мне кажется, я кого-то упускаю постоянно Да? Есть такое? А кто там у нас-то еще играет? Извините, сейчас посмотрим Это не здесь Нужно смотреть Нужно смотреть вот здесь А, тут уже написано Кто что взял Ой, кстати говоря Не написано Кто-то у нас все время выпадает Из просмотра У нас есть Евгений Александр Павел И А, Оранж Фокс У меня почему-то постоянно выпадает Но я думаю, однажды мы его Все-таки Да, Степанов Захватим его Ну, как-то я иду Просто вот Понакатанный От руки к руке Можно, конечно Если я увижу какую-нибудь руку убийцу Вот прямо в начале игры Я посмотрю Не играет ли ее в данный момент Оранж Фокс Пока тут все нормально Руки не убийственные у всех У Александра рука Ну, ничего так Рука 5-6-7 можно собирать В трех мастях Он сносит драконы Ох, европейцы, европейцы Слева пытаются играть все типы Судя по всему Так Не знаю, что тут Александр Может просто в закрытую В закрытую руку со стены Можно здесь собрать Пока ожиданий нет Как я говорил, что нет ожиданий Как-то там все быстро собралось Смешанные Что это такое у него? Смешанные А, чистые смещённые Чё И накинули ей Или она со стены взяла Накинули ей Слева Смотрим Ищем нашего игрока Который сыграл эту руку Это Евгения Смотрим, как сыграла Евгения Было ожидание у Александра Я очень быстро крутил Sorry Так Евгения Тут, конечно, стоит соблазниться Большим количеством Точно такое же Чё открывает 5-6 Стоп А нет По-другому играет Просто Просто любые Просто чистую масть Вот ей зашло К сожалению, она здесь Может быть даже сейчас Думает, что, наверное, Она неправильно сделала Что так рано Пооткрывалась Но она близко к ожиданию Без одной ожидания Сейчас у Евгении У других игроков Тут справа ничего Напротив 1, 2, 3, 5, 6, 7 Напротив Ожидание Да Но что это за ожидание Со стены 4, 6, 7, 8 Да Со стены Шестерку Напротив Шестерка Бамбуков Но В стене нет шестерки бамбуков К сожалению Если со сноса То это 4, 5, 6, 7 Не хватает Одного очка Если со сноса Брать шестерку Что-то творят Страшное Слева Конги Что это такое А, нормально Ожидание слева Тоже На красного дракона Либо на четверку символов Что он выбирает Хитрец Убирает Красного дракона Который он сам же и сносил И Ожидание Справа нет ожидания Опа Ай-яй-яй Опасно Опасно Что бы я здесь не снес На месте Евгения Что я знаю Я знаю, что вышли Две шестерки бамбуков И вышла Одна тройка То есть Мне ожидание 4, 5 нравится Поэтому я бы Разносил пару Самый безопасный снос По внешности Если судить Потому что Не выходило Это Как ни странно Красный дракон Потому что Запад не выходил Вообще Запад не выходил Восьмерка Восьмерка бамбуков Вот слева Видно, что не нужна Восьмерка бамбуков Справа не нужна Восьмерка бамбуков Напротив мы не знаем Слева Слева вообще непонятно Да То есть Кстати, маловероятно Что слева могли ждать Восьмерку бамбуков Ой, боюсь Кинет она Красного дракона Здесь Я бы и сам так сделал Но Вау Смотрите Евгения Решает Защититься Похвально Это-то похвально Кстати, а есть красный дракон Еще в стене А, ну-ка, не может его в стене быть Уже все они в игре Верь в Евгения Да я верю Ну, я вот просто рассудил Я бы Я бы, конечно Я был бы слаб Я бы не стал так сильно защищаться Но вот сейчас еще один момент Ей приходится Если она реально А, открыт Нет, нет момента Все зеленые вышли Она сносит зеленого Ой, сори Ой, что такое Так Круто Очень круто Пять опасная, конечно Пять бамбуков Опасная хотя бы потому, что ни разу не выходила Опасная также потому, что В этой октаве тоже ничего не выходило Ни двойки Ни Ни пятерки Ни восьмерки Но восьмерки три у Евгении в руке Но она кинет пятерку Конечно же Так Ожидание получилось справа на четыре точки Сейчас есть шанс у Евгении Взять Конг Но Но, но, но Не знаю, что сделать игрок напротив Восьмерку Брать ли Конг Брать ли Конг С точки зрения дубликатного Маджонга Надо брать Потому что Беря Конг Ты берешь кость с другого конца своей стены То есть разыгрываешь ту кость Которая Скорее всего У другим игрокам разыграть не удалось И любое Отклонение При этом ты не теряешь ожидания Да, то есть любое отклонение Вот Обычного хода игры Потенциально может Оказаться в плюсе В плюс тебе Потому что ты можешь сыграть другую руку Она будет дороже Да, она берет Конг С стены приходит семерка А с того же конца берут Ё-моё Ну Блин Но все равно Рука дороже Семерка Семерка проходит Так Тут возможно перестроение напротив Ну нет Он подождает Ждать шестерку Причем шестерку Только со стены Не знаю почему Так Не хочет перестроиться Так 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 Что? Ничья что ли? Пошел в защиту Наверное игрок Напротив Пошел в защиту Тут тоже Сюда защита И Со стены Молодец Евгения Собрала Со стены Можно сразу переходить На девятую сдачу Потому что наш игрок справился Два запада в середине стене Ну-ка, ну-ка Давайте глянем Круто Круто, круто Ну и у игрока слева шансов не было У игрока справа Кстати, четверка скоро приходила Со стены Но он уже перестроился К этому Это уже на двойку ждет И это он зря Это он зря Хи-хи-хи Поехали дальше Девятая сдача Давайте посмотрим Как играет Владимир Раз уж Евгения собрала Прошлую руку Да То как-то он у нас Выпал Из обзора Он достаточно сильный игрок Вот и Оранж Фокс Что Оранж Фокс Что ты нам покажешь Что ты нам покажешь Рука у Владимира хорошая Ну, относительно Относительно Также неплохо Мне кажется Справа Напротив Да у всех В принципе Ровные руки Поехали Владимир, конечно Снесет Ветров Драконов Промотаем этот момент И теперь Что он будет собирать Вот Смотрите Владимир Открывает Три, четыре, пять Что это нам говорит? Говорит Что Владимир Не в себе Потому что Ну, ничего не предвещает Быстрого развития руки С таким открытием Для того, чтобы Три, четыре, пять Здесь сыграть Ему нужно Чтобы В символах Пришла четверка Либо В бамбуках Пришла четверка и шестерка Смотрим Сейчас Провзмиром Игрок слева Хочет Хочет Что он хочет? Бамбуков Хочет, наверное Да, игрок слева Пошел в бамбуки Владимиру Как и следовало Ждать Со стены Ничего не заходит Ему заходит Шестерка То есть Ему сейчас Придется Строиться Совершенно По-другому То есть То, Чоу Который он Открыл Оно ему Не нужно Ему придется Сносить 1, 2, 3 Чтобы сыграть Смешанные Чоу Вот эти 5, 6, 7 6, 7, 8 4, 5, 6 Например Посмотрим Как он решение Примет Да Собственно Он вынужден Принимать это решение Разносить Чоу 1, 2, 3 Ему это Конечно Не нравится Он бьет Кулаком по столу Ну что делать Сейчас ему заходит Тройка Бамбуков Он Возможно Думает Блин Зачем я снес Там 1, 2, 3 Но Он продолжает Сносить 1, 2, 3 Пока все Делает правильно Учитывая ситуацию Да Все сносит Оставляет Зеленого дракона На безопасный снос Молодец Напротив 4, 5, 6 6, 7, 8 Я не знаю Что напротив Такое Напротив Ничего То есть ожидание Но Я очков не вижу В этом ожидании Так Играем дальше Открывает 5, 6, 7 Да Ему нужно Что делать С этой рукой Пятерку Сносит Безопасного Тут Что творится Страшное Слева Что он делает А Понял Это она Кстати Собирает Четыре нижние Четыре нижние Ждет на тройку Точек Какие у него шансы На тройку точек У него в стене Есть три точки Через несколько кругов И все Больше шансов У него тройки Точка Нет Напротив Что говоришь 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 1, 2, 3 Все Все Ну да Ну да Пропускаю Трудно конечно Одновременно следить За четырьмя игроками Хотя мы все Когда играем в мажун Пытаемся это делать Следить за всеми Угадывать их ожидания Вроде бы рука открытая А я вот не вижу И все Вот такой вот я не очень Кстати ждут Почти на одно и то же Там на двойку Здесь на тройку Напротив Двойки в стене нет Две двойки Скоро будут выходить Справа Кстати а что у Владимира Какие шансы вообще Так Пятерку не скоро Шестерка не скоро К сожалению Может не успеть он Но он Раньше времени Чем он мог бы взять Со стены берется Шестерку Слева Выходит в ожидание На На 5 Симулов 5 символов У него есть в стене Мы это знаем Но это не скоро Ну собственно все А других шансов у него нету Кроме как со стены взять Плохо-плохо Плохо Да Ну что смотрим А тут self Кстати я уже тоже Не успел увидеть Что чистый ряд справа Self Ну вот к сожалению Мы увидели что Владимир не смог содрать Девятый сдача Свою руку Я думаю Отчасти это случилось из-за того Что он очень рано открылся И открыл то чего Которая у него В итоге не играла В комбинацию Вот Для ради интереса Посмотрим Как эту руку сыграл Кто-нибудь другой По-быстрому Да Ну в принципе Любой сильный игрок Так Мир Марта Не очень сильный игрок Антонио Тоже не очень сильный игрок Ищи Вот Буланг Буланг Очень сильный игрок Давайте посмотрим Как она сыграла Швейцарка В общем топ А это я уже далеко прокрутил Уже одиннадцатый Давайте посмотрим сначала Она точно так же сносит Ветра драконы Вот сейчас посмотрим Она не должна позариться На пятерку точек Которую скинут слева Если скинут слева Потому что пятерку Приходит со стены Отчасти она была лишена Этого соблазна И вот собирая В закрытую Она приближается Потихонечку К чему-то Такому интересному Так Вот наконец-то решается 5, 6, 7 Открыть Но увидите разницу Да Уже лучше Чем было у Владимира Но Не идеально Потому что Ей сейчас придется снести Видимо девятку Бамбуков И она не в ожидании Она технически в ожидании Но это малоочковый Маджонг Но она так решается Играть А Все извините Она чисто Смешанный ряд Да Смешанный ряд Вот смотрите Можете сравнить Владимир в итоге Вышел на То чтобы В самом конце Там может быть Что-то ожидать Боу Ланг Ожидает на 11 ходу Восьмерку Которая по-моему В стене у нее нет Но их много И у других игроков В стене будет И справа могут кинуть Восьмерку Справа могут кинуть Справа пока нет Кстати ожидания В чистый ряд Но случилось Что-то другое Это кто Что-то я пропустил Этот момент Кидает пятерку Берет семерку И семерка А уже там построился На том ходу Построился чистый ряд То есть тоже самый игрок Собирает чистый ряд В несмотря на то Что Боу Ланг Играла получше Чем Владимир Она тоже не смогла Эту руку собрать Идем дальше Единственное Что плохо Когда я переключаю Там видно Кто собрал руку Но надеюсь Вы не успеваете Прочитать Так Какие руки Интересные Давайте мы Зайдем Знаете у кого Мне нравится рука Мне нравится Рука Справа Потому что там Тупо все типы Можно собирать Несмотря на то Что плохая ситуация Либо чистую мазь Кстати вот вариант Чистую мазь Здесь ближе Даже Справа У Боу Ланг Рука Отличная Очень хорошая рука Так Слева У Александра Не очень Справа Тоже Давайте Найдем Еще раз Владимира Дадим Так сказать Должно И посмотрим Как он сыграл Так Где у нас Владимир Скрывается Вот он Он кстати С этой самой Хорошей рукой Здесь либо Чистый ряд Собирать Либо Смешаный Смешаный Чо Посмотрим Что он Какое решение Он примет Ну Так Он уже Семерку Один Снес Что бы я тут делал Я бы снес 9 точек Он тоже Сносит 9 точек Тут понятен Снос Напротив Собирают Либо Нет Нечистую масть Все Все Типы Видимо Заходит Тройка Я бы снес Либо 6 точек Либо Единицу Символов 6 точек Сносит Владимир Заходит Пятерка Ну Неплохо Наверное Нужно Сносить Единицу Символов То есть Вообще 1-3 1-3 Символа Надо Здесь Отдавать Они Уже Не Нужны Опа Ага Владимир Увидел Более Дорогую Руку Он Увидел Что Здесь Можно Сыграть Ну Кроме Чистого Ряда Можно Чистые Смещенные Чо Сыграть В Символах С точки Зрения Дубликатного Можонга Это Наверное Такое Адекватное Решение Собрать Более Дорогую Руку Более Более Если бы Он Сносил 1-3 Он Был бы Без Одного В ожидания Ну Вот так Вот Посмотрим Что Из этого Выйдет Четверку Он Пропускает Чтобы Не было Соблазнов Отдает Окончательно Бамбуки У него Есть Безопасный Снос Сейчас Ему Заходит 5 Он Этому Очень Рад И Без Одной Он В ожидании Либо На чистый Ряд Так Либо 4-5-6 Нет Тут Не получается 5-6-7 Да Либо На Все-таки Чистые Смещенные Если ему Зайдет Двойка Либо Пятерка Смотрим А что у него В стене В стене У него К сожалению Девятка Необходимая В самом конце Увы И слева Слева Он тоже Если только Из руки Не снесут А из руки Скорее всего Не снесут Тоже Его ничего Хорошего Не ожидает Ну Глядим Между Ожидание Стоп Почему Мажон Не объявил А еще Нет А сейчас Он только что Снес Вышел В ожидании На 6 И на красного Два красных У него В стене Но не скоро Так Так Тут взял со стены А опять я не увидел Что это 7-8 Что-то я путаю 6-7 Сегодня Ожидание 6-7 8 Окей Окей Давайте поглядим За На то Как Эту руку Сыграл Российский Игрок Так Надо Чтобы справа Сидел Кто-то Из наших Вот Павел Посмотрим Что сделал Павел Смог ли он Сказать Ху Погнали Тут Напрашиваются Все типы Все То же Самое Открывает Юг Те же Самые Два красных У него В стене Поэтому Два красных Такая Останутся Но Скорее У него Будет Такое Ожидание Единственное Что По-другому Разыгрывается Игра справа И рука Справа По-другому Так И У Павла Есть возможность Сыграть Дороже Интересное Решение Почему Это решает Вместо Двухстороннего Ожидания Сделать Вот Так Вот Почему Почему Он Побоялся Кинуть Девятку Наверное Он В принципе Он был Близок К истине Он подумал Что Справа Собирают Внешнюю Руку Поэтому Девятка Опасна И Решил Что Пусть У меня Будет Меньше Ожиданий Но Я Снесу Меньше Опасной Кость Возможно Было Именно Так А вот Кстати Говоря Антонио Который Разыгрывал Руку Владимира Сыграл Да Сыграл На Шестерку Бамбуков Молодец Переходим За следующий Стул Точнее Следующую Сдачу Одиннадцатая Уже У нас Идет Вот так Открываем Тут Стену Смотрим Чья Рука Мне Больше Нравится За Кого Мы Поболеем У Павла Намек На все Типы Но Плохая Ситуация В Символах Чистая Мазь Напротив Давайте За Павлом Посмотрим Что бы я Здесь Сделал Как ни странно Я бы Сносил Единицу Он уже Снес Один Одинницу Точек Я бы Сносил Дальше Единицу Символов Девятку Символов Потерпел Либо вдруг Все-таки Зайдет Ну Сейчас Девятку Снести А Ну Семерку Тоже Можно Окей Да Зашел Все-таки Красный Дракон Прекрасно Девятку Сносит Будет Собирать Все Типы Напротив Собирают Все Символы И Похоже У них Получается Напротив Так Павел Вкрывает Один Два Три Очень Везет Заходит Панк Западов Тут Что Надо Делать Я бы Сносил Единицу Бамбуков Да Потому Что Это Если Проходит Это Становится Безопасным Сносом Два Раза Можно Безопасно Сносить Тем Более Возвращают В руку Пару Так Что Тут У него Напротив Пока Слева Нет Ожидания Напротив Нет Ожидания Справа Вау Как Круто Справа Сим Пар Там Вырисовывается Справа Берет Панк Павел Ждет На Три Шесть Смотрим Тройку Он Берет Через Третий На Третьем Круге Шестерку Он Справа Не Берет Никогда Потому Что Там Она В Паре Напротив Шестерка Достаточно Далеко Дальше Чем Тройка У него Ну Да Собственно Мне кажется Что Был Потенциал Надвинутый Че Он Решил Ускорить Понятно Ну Я думаю Что Ускорение Оправдалось Скорее всего Потому Что Судя По Всему Через Три Кода Ты Берешь Шестяны Пока Что Ожиданий Ни У Кого Нет Это Хорошо И Вот Ты Берешь Шестяны Молодец Шикарненько Шикарненько Давайте Пойдем Дальше Собственно Наш Игрок Здесь Справился В Этой Сдаче Интересно Конечно Посмотреть Смог ли Кто-то Собрать На Юге Вот Эту Классную Семипарную Руку Давайте Возьмем Какого-нибудь Мощного Игрока Типа Буланг И Посмотрим Так А есть Кто-то Мощный Вообще Жерар То же Самый А Здесь Есть Евгения Давайте Посмотрим Евгения Выделена На Семь Пар Все Пока Идет То же Самое О А тут Кан Сыграли Вот Какая Существенная Разница Павел Не сыграл Кан А вот Люк Решил Сыграть Так Но Евгения Решила Что здесь Не Семь Пар А что же Здесь А здесь Чистый Смещенный Чоу Наверное Подумала Что это 3 4 5 5 6 7 7 8 9 Или Или что Или 2 Даже не знаю 2 3 4 4 5 6 6 7 8 Ну Не могу сказать Что я согласен С этим решением Я бы так Не открывался Тем более Открываться Я бы не открывался Я бы все-таки Ждался стены Что-то Так Она помогает Игроку напротив Взять панк Приближается Конечно К чистым Смещенным Но Увы Справа Уже Ожидание На все Типы И мы знаем Что Справа Нет Тройка Далеко Там Символов Так что Справа Может И не Собрать Справа Слева Слева Может Не успеть Если останется С этим Плохим Ожиданием Не успеть Успел Почему Я решил Что А ну да Напротив Тройку Решил Отдать Тоже Сбор Но Сбор Похуже То есть Павел В этой Сдаче Принес Российской Команде Больше Очков Чем Люк 12 Сдача На этом Турнире По дубликатному Моджонгу В котором Играют 4 российских Игрока И Нас Уже Предупредили Что Это Очень Интересная Сдача Сейчас Мы Это Проверим Вот Стартовые Руки На Востоке Играет Евгения Под Ником Исанет Против Нью Играет Хектор Мирамарта Илюк Игроки Из Испании Швейцарии И Италии Не обязательно В том же Самом Порядке Я здесь Мог Напутать Что Тут Такое Евгений Средней Паршивости Рука К сожалению Есть Два Южных Ветра Которые Могут Ее Засмущать Лучше Бо Их Не было Тогда Банат Собирала Смещенный Чо Можно Почти Почти Всех Наших Посмотреть Хорошо Именно В этой 12 Сдача Давайте Так И сделаем Так Неплохая Рука Справа На чистый ряд В символах Можно замахнуться Хотя Не факт Напротив Скорее всего Начнут играть Все типы Имея Панк Драконов Слева Не знаю Что будет играть Слева Поехали Решает Таки Избавиться От Югов Я считаю Правильно Ничего Она не потеряла В связи с этим Так Открывает Чи 4, 5, 6 Может быть Слишком рано Может быть Слишком рано А Решает Девятку Отдать Вот это Странно Почему Девятку А что будет парой Тогда Не понимаю Этого решения Она хочет А Неужели она хочет Средние собирать Да Павел тоже пишет В чате Слушайте Ну А как же пара А что будет Она может панк Сыграть Она может Сыграть панк В этом случае Интересно Неожиданно Неожиданно Я бы Не подумал Об этом Я бы Сносил По крайней мере Я бы здесь Сносил Два Бамбука Потому что Даже Сноу Двух бамбуков Здесь По-прежнему Оставляет Вариант С Рукой Три Средних А Три Средние Это У нее в руке Должны быть Кости 4, 5, 6 Никаких других Это достаточно редкая рука Она и стоит По-моему 24 Ну ладно Смотрим Как ей будет заходить Она берет панк Ну это естественно Девятка пока оставляет Видимо Для безопасного сноса И заходит шестерка Отлично Без одной У нее ожидания Класс Ей нужны четверки Ой И много-много выходов у нее И четверки подходят И пятерки И шестерки Еще раз пятерки Так Стоп Постоянно все движется Что в стене? Супер В стене пятерка Если она не откроется Она возьмет пятерку со стены И у нее будет ожидание На 6, 5 Ну что же Супер Что я могу сказать Она берет панк Скорее всего Да И шестерку Ее ждут со стены Пятерка Через ход Супер вообще Ну кто же так Кто же знал-то? Ну походу Евгения знала Так Тройка Супер При этом При этом смотрите От других ожиданий Нет ни у кого Правильно понимаю? Обалдеть Вот это очень сильно сыграно Сыграло то Что она увидела Эту комбинацию Естественно Берется стены Это дорого Это 105 очков Сразу Очень круто Молодец Евгения Мы можем посмотреть Как сыграли Ту же самую сдачу Другие игроки В том числе россияне Мне например интересно Что сделали с рукой Напротив Если мы сейчас посмотрим Кто ближе всего К темпаю К ожиданию Ну вот игрок слева Очень близок К ожиданию И пожалуй все Да Игрок слева Давайте посмотрим Сначала игрока слева Как наш игрок Играя руку слева Смог ли он И заодно посмотрим Смог ли Восток увидеть здесь Среднюю руку Так Это у нас какой стол Сейчас первый Второй Это не то Третий Это не то Вот четвертый стол Должен быть Да Вот Александр играет Эту самую руку Посмотрим От его С его со стороны И помним Что Что слева Собрали Средние Ну кстати Игрок слева Пока не кидает Ветров Скид Ветра Скидывает Девятки Которые я тоже Собирался скидывать Скидывает Семерку слева Двойку Пока что слева Все еще остаются Шансы Собирания руки И средних Так Александр Тут имеет Четыре пары Либо три пары Панк Четыре пять шесть Пошло слева Берет панк Пятерок Ну Что я могу сказать Наверное тоже увидел Игрок слева Что у него Средняя рука Он скидывает Ветра Выходит Практически На то же самое Ожидание На пятерку Которая у нее Есть в стене Правильно я помню Да Это следующий ход Вот Но у него Скорее всего Получается Ожидание На Вот он возьмет Пятерку со стены У него будет ожидание На четыре Извиняюсь На шесть бамбуков Четыре точки Справа Конг О Справа Справа Ожидание На что На все панги Ожидание В шесть Семь В стене У него Шесть Семь Нет Ох-ох-ох Посмотрим Что будет происходить Заходит Пятерка И сходит Так Вот соблазн Сыграть сейчас Четыре Пять Шесть И Ожидать На три На три Семь А не Три Семь Не нужно Ожидать Нет Не будет он Ограть Четверку Что-то Я Ерунду Говорю Четверку Забирает Между прочим Александр Для того Чтобы что Сыграть все Панги А какие Кстати Шансы Игрока Слева А у него Четверка Очень далеко Лежит Шестерка Бамбуков Лежит Напротив Нас И тоже Далеко То есть У него Шансов На четыре Четыре Точки У него Нет практически Шансов Собрать То что Обе его кости Лежат Практически Последние Извиняюсь Не то закрыл Место Стены Закрыл руки Четыре Точки Пропустил И поезд Ушел И в итоге Он набрасывает Игроку Напротив Парауль Собирает И это хорошо Для Нашей команды Потому что Как минимум Один игрок Соперников Такую руку Как Евгения Собрать Не смог Но Не смог Собрать И Александр Свою руку Давайте еще Посмотрим Кого Давайте посмотрим Так Только нужно На первую Ту самую Опять Вернуться Посмотрим За Владимиром Которым Мы должны Так Что-то я запутался Где у нас тут Владимир Четвертое Вот он Владимир Что он сможет С этой рукой Сделать Поехали Напомню Что За другим Столом Эту руку Собрали Собрали Из-за того Что игрок Напротив Не смог Сыграть Руку Средние Тайлы Пока что Напротив Получается Тоже самое Средние Тайлы Разница В том Что Справа Пошел Конг Такого Не было Владимир Пытается Да Собрать И выходит В такое ожидание На 6-7 Что-то мне кажется Что сейчас соберет Потому что Что Еще 7 2 Панк Да И собирает Маджон Отлично Наша команда Отыграла Эту Сдачу 12 Потому что Мы видим Что Двое Наших игроков Собрали Маджонг Остался вопрос Собрал ли На этой задаче Маджонг Павел Сейчас Мы это узнаем Павел За каким-то Столом Играл Так Это Евгения Вот Павел Ну Навряд ли Навряд ли Конечно У него получилось У него Тут Все пока То же самое По-другому Разыгрывается Игра Справа Маджи Потому что Я тоже Не увидел Он играет Смещенный Чо И наверное Что-то Поменяется Из-за этого Посмотрим Кстати Нет такого Ожидания Слева Какое было Прошлый раз Тоже Изменилось Существенно По-другому Развивается Эта партия И Ух ты А Павел Выиграл Быстро Крутил У него Тройное Чоу 789 Действительно Очень Хорошо Отыгранная Задача Двенадцатая Трое Наших Игроков Играя За разные Руки Но при одном И том же Наборе Рук Собирают Моджонг И я так понимаю Это очень хорошо Влияет на Турнирные очки Потому что Это то Что собственно В дубликатном Моджонге Важно Так Сыграл эту Задачу Павел Рука Неплохая Для Чистых Смещенных Чоу В В Творчках Приветствую Виктор Как зовут Стример А какая разница Минус стример Я знаю Как зовут Стример Зовут Марк Это имеет Какое-то Значение Так Смотрим Что получилось В этой В этой Сдаче И согласен Павел С тем Что здесь Нужно было Собирать Чистые Смещенные Чоу Пока Согласен Сейчас Он туда Восьмерку Бамбоков Скинет Скажет Что я Согласен Да Он полностью Согласен Но тут Уже Даже Ближе Чистый ряд Чем Чистые Смещенные Чоу Остальные Игроки Довольно Далеко Это Прекрасно Посещаю ли я Мадзян Имеется ввиду Мадзян клуб В Москве Очень редко К сожалению Потому что Вот выходной день Когда мне есть возможность Постримить Я стримлю Потому что Потому что Потому Потому что В будни Я практически Не могу это делать И К сожалению Найти еще дополнительно Время Для того Чтобы поехать Мадзян клуб Выходные То есть Как бы Одно из двух Либо я еду в клуб Либо я стримлю Я убираю стрим Потому что Это более Общественно полезное занятие И надеюсь Что Несмотря на проблемы Которые сегодня на стриме Так или иначе Больше людей Узнает про Маджонг Узнает Что В него можно играть Спортивно То есть В турнирах Показывать класс Продолжаем Наш разговор Павлу пока не везет Что у него в стене В стене Хорошо В стене Скоро ожидание Скоро зайдет единица Вот заходит единица Павел ликует Но он не знает Что справа Две восьмерки В руке И слева Одна восьмерка В чел И скорее всего Вот был его шанс Если бы он знал Конечно Эту ситуацию Вот это тройка точек Он бы мог ее оставить Снести девятку И ждать на пятерку Точек На пятерку точек Которые у него есть В стене Но он правда Конечно в конце Но по крайней мере На ее наличие Там никто не влияет Не зависит От других игроков Так Что-то как-то С ожиданиями Плохо У всех Тяжелая Тяжелая раздача Закончится Она скорее всего В ничью Все идет Именно к этому Если кто-то Сейчас не Занервничает А вот все-таки Получилось Ожидание Пары 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 Ушел И взял со стены Антонио Так Что могли наши ребята Противопоставить Антонио Открываем стол Где Эти Стоп Что-то не то Почему у меня есть Ноу Вайс Справа вдруг А это был не Антонио Это был Ноу Вайс Нет это был Ааа Извините Что-то я Запутался Так еще раз давайте Вот Павел Собрал 7 пар Антонио Да Он сидит справа Мне нужно Найти нашего игрока Справа Тут пролетают вертолеты О Как раз Владимир Давайте его посмотрим Владимир собирает Собирает Так Пока парами не пахнет Вообще честно говоря Непонятно Как тот игрок Собрал 7 пар Удивительно Одну пару Владимир к сожалению Отдал уже 7 Бамбуков И вторую пару Отдал 8 То есть он Ааа Владимир пошел Хитрее Владимир пошел Собрать переплетенный Ряд У него 1-4-7 В бамбуках 5-2-8 В точках И есть 3-6-9 В символах Ему нужна пара Да Еще чьи То есть у него Переплетенный ряд Как таковой есть Не хватает Комбинации Пары Сложную ситуацию У себя поставил Игрок слева Потому что Ну потому что Видите да Как у него все сложилось Вместо того чтобы Получить чистый ряд Он получает В принципе конечно Тоже чистый ряд Но Проблема с парой У него К сожалению Для него Интересно что Вот сейчас зашла пара Яма на месте Владимира Скинул Зеленого дракона Как бы опасно Это не выглядело Зеленые не выходили Как комбинации Есть ожидания Стоп Почему у него есть А 2-3-4 Точно Точно Да 2-3-4 У него есть чьи Он ждет Зеленого дракона Все понял Да Виноват Ну вот конечно вопрос Он может оставить Два символа И ждать Двойку Символов И пятерку Символов То есть Ожидание двойное А не в Зеленого дракона Так Зеленого дракона Кидать опасно С другой стороны Поэтому Наверное Он все таки Примет решение Девать двойку символов Хотя она тоже Ни разу не выходила Подозревает ли он Кого-то в сборе Символов Он может подозревать Справа игрока В сборе символов Но точно так же Зеленый туда опасен Что бы я сделал Что бы я сделал Ох не знаю Я бы рискнул Наверное Зеленого кинуть Но Владимир Не такой Он не рискует Он кидает двойку Помогает собрать Панк Игроку напротив Но игрока напротив Ситуация не очень Если он хочет Собирать дальше Ему нужно сносить Либо 9 Либо 7 Точек А он уходит В панге Однако Формируется Что формируется Да ничего не формируется Ожидание на 7 Последнюю семерку Символов Справа Это 4 очка Без благородных 5 Без масти 6 Закрытый Панк Девяток 7 Ожидание в дырку 8 Да Слушайте А справа-то ждет На семерку Но он ее не получит Потому что она лежит слева Как же сейчас может зайти Владимир А Если игрок справа Рискнет кинуть Зеленого Владимиру повезет А есть у него В стене что-нибудь Два зеленых справа О, класс Сейчас зайдет Сейчас все будет Главное чтобы Вот Вот сейчас чтобы он ничего не поменял Красный сначала проходит И вот зеленый И Владимир выигрывает Молодца Молодца Таким образом Место 7 пар Тот же самый игрок выигрывает Но выигрывает С другой рукой Которая подороже Вру-вру Подешевле Подешевле Но все равно выигрыш То есть Несколько выравнивает ситуацию Супер Сейчас мы перейдем К 14 сдаче Я опять же Для того чтобы Не было спойлеров Потому что к сожалению При переходе Можно увидеть Кто там выиграл Переходим в предпоследнюю сдачу А нет Переходим в предпоследнюю 16 же их должно быть Есть Вот так Вот и мы Что Посмотрим за Владимиром тогда Руки убийцы У кого есть рука убийца Вот кстати справа Хорошая рука И Владимиру придется очень Попотеть Чтобы Обогнать игрока справа Он снесет Что Владимир настаивает Еще раз собрать Приплетенный ряд Потому что у него есть 369 14 И 28 Ну Заход хороший Заход хороший Но все таки мне кажется Маловато Маловато драконов Чтобы Драконов и ветров Чтобы Успеть Собрать Быстрее Все таки наверное Собиралось бы Здесь так же Как и в прошлой задаче С Чоу И парой Ну посмотрим Заходят Вот кстати говоря Видите То о чем я говорил Если бы он все таки решил Сносить Благородные У него бы сейчас уже было 6-8 Что очень хорошо А так у него Нет ни того Ни другого Зашел ветер Зашла лишняя тройка Справа берут 4 И там уже без одной ожидания К сожалению Напротив Не знаю Напротив все типы Хотят собрать Так И так же Ожидание слева Еще нет Нет еще нет Ожидания слева То есть технически есть Но малоочковая Там нужно перестраиваться Владимиру заходит Еще один ветер Это хорошо Он без одной в ожидании Но к сожалению В ожидании Выходит игрок справа Ждет он семерку Точек Что по семеркам точек Но как минимум Сам он не возьмет Хорошо Так Зашла пятерка Сейчас Владимир Сейчас Владимир Скидывает Девятку И будет ждать Ой У него ожидание На три кости На восток А нет На две кости Да На восток Не на три все-таки На восток На красной И на четыре точки Возьмет ли он их со стены Восток Красной Четыре точки Увы Ничего в стене У него нет Есть шанс Получить восток Слева А восток Напротив Новых ожиданий Пока не появляется Вот семерка Он вынужден ее сносит Но если я правильно посчитал Игроку слева не хватает Нет Ему хватает А Я не увидел Короткий ряд Не повезло Владимиру К сожалению Собрали короткий ряд Мне интересно Собрал ли Кто-то из наших рук Которая была справа Все-таки Очень быстрая рука Там уже было ожидание Рука справа Это у нас сейчас был Третий стол Ищем Нашего игрока Кто играет Руку справа Это Александр Гуиден Смотрим От его имени Как что произошло Не повезло Владимиру Посмотрим остальных Да Наверное Остальным повезло Так Сносит драконов Александр Пока все ровно Открывает ли он чьи Я думаю да Я бы тоже на месте открывал Потому что Сразу в двух мастях Дрявое ожидание И В таких случаях Имеет смысл открыть Чтобы сразу Один вопрос решить Что Александр И делает Продолжаем Между прочим Смотрите Игрок напротив Этот раз сыграл Получше У него Ожидание Плюс закрытая рука То есть он ждет уже Сразу же Как бы он в принципе Тогда ждал Сразу же Но мне кажется В этот раз пораньше Собралась Если я ничего не напутал На А Здесь вообще Как классно Да У него Собрал еще и Смешанный ряд Смешаный Смешаный чоу Он ждет семерку Забыла Что по семерке Сам он не берет И Ой-ой-ой Ой-ой-ой Через ход Семерка выходит Может выйти Слева Если игрок Не оставит ее В пару А он скорее всего Оставит в пару Эту семерку Так Окей Продолжаем Два Три Четыре Кстати Они Так Здесь нет еще Ожидания Что ли Есть У Александра Приятный звук Стука костей Да 2-3-4 3-4-5 4-5-6 Да У Александра Ожидания Молодчина Нет Да На восьмерку Он ждет на восьмерку В пару Что с восьмерками Восьмерка у него есть в тени И на следующем ходу Может выйти И она выйдет На следующем ходу Напротив восьмерка Вот так она выйдет Сейчас так И Раз И Два Молодчина Александр собрал Смотрим за другими ребятами Посмотрим за Евгением На каким столом играет Евгения Так Евгения Ой-ой-ой Вот у нас Евгения За первым столом Рука у него не очень У нее Тут тяжело что-то Быстро собрать Надо сносить Ветра драконы Что она и делает До сих пор Непонятно Что тут собирать Тройку кидает Как самую Отдаленную кость От всех остальных Открывает Один Два Три Почему Почему На внешнюю руку Не похожим Есть надежда Взять 7-8-9 в точках И достать со стены Четыре или шесть Бамбуках Играть Смешанный ряд А между тем Что у других Ребят Справа Неожиданное ожидание Извините за Каламбур А нет еще нет А нет есть ожидание На все типы Напротив Пока нет ожидания Слева Тоже еще нет Открывает 7-8-9 Но что здесь Сносить Двойку символов Наверное Похоже на внешнюю Сносим двойку Так А что у нас слева 1-2-3-3-4-2-3-3-3 Слева ожидание На тройку Бамбуков Смотрим дальше Евгений Наконец-то Приходит шестерка Она может снести Семь бамбуков Чтобы ждать На четверку Но она так И скорее всего Нет Она так не поступает Она решает Организовать Другое ожидание Почему я решила Четверку не ждать Посмотрим Четыре Два раза вышла Два раза вышла В стене у нее Что было В стене У нее нету Ни для ожидания В символах Ни для ожидания В бамбуках А, три раза Четверка вышла Три раза вышла А где четвертая А четвертая в руке Что она Прозорливых Как никогда Как никто Точнее Она вышла В ожидании На шестерку Символов Которая выйдет Через ход Слева Конечно Смотришь так И удивляешься Игрок же Вот он не знает На самом деле Что у кого На руках Что в бамбуках Нет ожидания Почему А тоже Бамбуки 1, 2, 3 Да Это что-то я Вступил Тогда все нормально Тогда все нормально И да Она получает Эту шестерку Молодца Что же Прекрасно Давайте Двинемся дальше Потому что Уже стрим Идет долго Надо Подходить К финалу Переключаю На 15 15 15 15 Сдачу Вот так Вот так Вот Пошла 15 Сдача Напоминаю Что мы Смотрим Реплей Не Недавно Состоявшегося Онлайн Турнира По дубликатному Спортивному Моджонгу В этом Турнире Участвовала Российская команда Четыре игрока И вот мы Наблюдаем за ними Как они Справляются Сейчас Одну секундочку Маленький Буквально Перерыв На несколько секунд Надо Изменить Конфигурацию Здесь Чтобы было Комфортно Стримить Дальше Одну секунду Что-то Стало Холодать Так вот Получше Вообще Что-то бабьев Лето не будет Да В этот раз Отменили Один день Был теплый Пароль Нет Неделю назад И все Окей Так я вернул Картинку Вернул Хорошо Пятнадцатая сдача Мы наблюдаем За игрой Евгении Или нет Посмотрим У кого больше шансов Здесь собрать Это трудно сказать Все в общем-то Хороши Поэтому посмотрим Посмотрим Что сделает Евгения С этой рукой Что бы я делал Что бы я делал Несмотря на наличие Последовательности 3.6.9 В точках И Последовательности Других последователей Нет Да Я бы Штурнир еще не закончился Пишет Павел Но мы-то знаем Что Для нас он почти Так понимаю Закончился Так Последняя Предпоследняя сдача В этом В этом туре Смотрим Как ее разыгрывает Евгения Я бы на ее месте Сносил Ветра и дракона Хотя Вот сейчас зашел Ветер И Да И она Не знаю Но она снесла Семерку Тут непонятно Почему она Семерку снесла Сейчас она Жалеет об этом Она жалеет Сейчас наверное В том числе И О своем первом сносе Первым сносом Была шестерка бамбуков Сейчас бы у нее было 6-7 Что гораздо приятнее Но она сносит В итоге Западный ветер То есть она не хочет Собирать Все типы Наверное зря Потому что И продолжает заходить Во все типы Смотрите-ка Да 6-7-8 У нее было 2-3 Да Неудачно Она раз К сожалению Сделала выбор Боюсь Что Эту руку Уже не спасти И заходит Третий Запад Она очень Расстраивается По этому поводу И приходится Разносить В символах Чи Все очень плохо И эту Это разыгрывает Без ее участия К сожалению Игрок слева Собирает Маджонг Мне здесь Даже интересней Собрал ли эту руку По-другому Кто-то из других Игроков Прям даже Любой Кто-нибудь там Посильнее Давайте Найдем Кого Посильнее Так Жерард Как-то Мне кажется Не очень Хосе Или Ну Нет Давайте Жерарда Посмотрим Мне кажется Он посильнее Немножко Игрок Посмотрим Как он Эту руку Разыграл Вот он Он тоже К сожалению Почему-то Решает Добавиться От бамбуков И мы Скорее всего Придем К тому же Самому Результату Да Он продолжает Держать Этих Электроф И драконов Тем временем Приближается Ожидание У игрока Слева Да Рука Тоже Испорчена И слева Ожидание Правильно Понимаю Нет Неправильно Я понимаю Слева Как-то Непонятно А нет Есть ожидание Да 2-3-4 Три раза Ждет четверку Символов И эту Четверку Символов Ему Скорее всего Опять Скинут Игрок С которой Слева От него Сидит Но нет В этот раз Слечусь По-другому На этот раз Игрок Напротив Собрал Смешанный 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 Чоу Взяв С Как раз Как раз Кого А Это Жерар Скинул Понятно Ну вот К чему Приводит Неправильный Сбор Руки Так Мне что Стало Даже Интересно Кто-то Вообще Смог Как-то Получше Распорядиться Этой Рукой Вот Смотрим Что Сделал Что Сделала Лили 67 Вот Это Розажив Получше Гораздо Лучше Так Тут Еще Ожидания Нет Справа Справа Есть Ожидание Справа На три Символа Ну Тоже Лили Уходит В чистую Масть Но Это Уже Поздновато Поздновато Сюда Уходить При Этом У нее В руки 2 3 4 Совершенно Ненужные Включают Эти 2 3 4 Опасную Кость Тройечку Она берет Панк И по идее Она должна Сейчас Разносить Символы Да Сначала Кидает Двойку То есть Рано или Поздно Она кинет Тройку Вот Сейчас Она кинет Тройку И попадет Моджонг Да Ну что же Получается Никто не справился С этой рукой Так Это Евгению Мы уже смотрели Жирада Мы смотрели Посмотрим Хосе Смог ли он Что-то сделать Так Его тоже Смущает Пара Красных Драконов Из-за этого Он скидывает Четверку Берет Панк Вот это Отличие Небольшое Но к сожалению Он скинул уже Западный ветер У него будет только Пара западных Ветров Потому что Он ее Второго Западного ветра Возьмет со стены Открывает Панк Семерок Кстати Хорошо движется Мне нравится У него же есть Запад там В стене Ну Есть Да Не скоро Еще Она есть Так Слушайте Я чувствовал Чувствовал Потенциал В этой руке Ну конечно Открытая рука Это так себе Потенциал Но тем не менее При этом Может выйти в ожидании На тройку символов Которые должны Ему прийти со стены И та же тройка символов Которые будет ждать Игрок Справа Он еще не ждет Пока Берет Кан Нормально Приближ Упс А тут сыграл Игрок слева Не успел это увидеть Что там уже было Собрано Ближе всех В этой руке Приблизился К Мажонгу Хосе Видимо из Испании Итак Господа Сейчас мы посмотрим Последнюю сдачу Которая была сыграна В этом туре Последнюю сдачу В избежание спойлера Меняю захват Перехожу На последнюю сдачу Шестнадцатая сдача В этом туре Я вижу уже Перспективную руку Справа С двумя парами С другой стороны Зачем здесь Две пары Причем эти пары Не Хотя нет Свой ветер Есть Свой ветер Есть Относительно Перспективная рука Слева Хорошо Более-менее На чистый ряд Напротив Напротив Плохо Что там Павел Пишет Шестнадцатая сдача Мне интересно Проходила Пишет Ну раз так Я хочу посмотреть Кто-то из наших Играл правую руку Сейчас я смотрю Стол третий Есть кто-то из наших Кто правую руку Его и посмотрим Вот как раз Павел Играл Ну что тебе сказать Павел Вообще Конечно Тяжелая рука В плане выбора Стратегии С одной стороны Не хочется отдавать Две пары ветров Потому что Один из этих ветров Твой Взяв панк Ты добавляешь Два очка И остается Собрать шесть Но чтобы собрать шесть Нужно в мастях Собрать Там Смешанный Например Чоу Либо Ну рядом Здесь чисто Смешанным рядом Здесь не попахивает В лучшем случае Смешанный чоу Враг рук Двойки Или тройки Двойки Даже точнее Вот Но Я бы сказал Что Сильной игрой Такой вот Которая демонстрирует Железные Стальные нервы Был бы снос Этих двух пар Просто-напросто Снос двух пар Что на это На это скажет Павел Вот вопрос Будет ли он Дозносить пары Так Пока он сносит пятерку Ну это Такой ход Выжидательный Здесь он Могут задуматься На то Чтобы сыграть Внешнюю руку Потому что В эту внешнюю руку У него не входит Только две шестерки Бамбуков Он сносит семь Ну Тоже Выжидательный ход В некотором смысле Нашла шестерка Ну после того Он снес семь бамбуков Ой Семь символов То шестерка Здесь Не особо Интересно Он решает Отдать восьмерку Возможно Он думает О том Что здесь Соберется Чистая масть Допустим Сейчас он Так Сейчас Сквозь шестерку То есть Нечистая масть А что же это Я пока не знаю Ход его мыслей Мне неведом Вроде как Опять чистая масть Все типы Все типы Все типы Ооо Ну теперь все типы Конечно Но я бы до этого Место бы не дожил Я бы конечно Снес бы сначала То есть Либо я решил бы Собрать чистую масть В какой-то момент Если бы я раньше Не решил сносить ветра Либо я сразу Одну пару ветров Точно бы отнес А потом может и вторую А потом был Рвал бы на себе волосы Когда получил пару Красных драконов Так Ну в общем все типы Окей С палом Все понятно Вот это вот Сомнительный ход А почему Пары А тогда не сомнительный То есть Не все типы Теперь пары Вот его колбасил Да Да Но тут есть одна проблема Хотя Смотрите Он конечно Этого не знал Вот А может знал Если бы Павел Прочел Что игрок справа А извиняю Слева играет Приплетенный ряд Если бы он это Прочел Даже если он это Не прочел Он увидел бы Что игрок Слева Не кидает Благородные кости То есть Либо у него их нет Либо они у него есть И они ему нужны И он их придерживает И можно сделать Такое что Уменьшаются шансы Открыть Какие-то из этих пар Благородных Поэтому Переход в 7 пар Здесь Удачный выбор Более чем Какое будет продолжение Ему заходит Ожидание Какое ожидание Выбрать Они взяли сразу И пары И все типы Ой Алгар Ты затронул Это я прочел Пишет Павел Хотя начал читать Чуть позднее Алгар Ты затронул Болезненную тему Потому что В бытность Мою Человеком Который Проводил турниры Я Толковал правила Таким образом Что Это возможно По-моему По-моему да Все типы Там были возможны Как сейчас Это толкует Я не знаю Или невозможно Слушайте Может я путаю Может я путаю С этими Как их Я путаю С Симметричные Плюс в безмасте Вот это был Большой спор А все типы И Симпар По-моему Это как-то решается Точно В правилах Прописано Смещаются Смещаются Они Или нет Так Что тут выбрать С одной стороны Белый дракон Остался Последний Последний С другой С другой стороны Тройка Символов Ни разу Не выходила Я бы выбрал Ожидание на белого дракона Что выберет Павел Павел Раз 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 Главное Пережить Тут вроде Никто особо Не в ожидании Нет Один игрок Четыре Пять Шесть Четыре Пять Да На четверку Бамбуков Ожидание Справа И Ура Ура А А чего Это он не кинул Ба 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 Какой Смотрите К Он не кинул Белый Бамбук Белого дракона. Что я могу сказать? Сильные игроки собрались за этим столом. Надо было так прочитать. Не кинуть белого дракона. Жесть. Павел решил поменять. Он как чувствовал, что белого дракона зажали. Решил поменять на зеленого. Зеленый тоже последний. И он лежит слева. Слева у игрока, который собирает приплетенный ряд. И, к сожалению, этого зеленого дракона тоже не отдаст. Увы. И, увы, Павел попадает. К сожалению. Мне интересно посмотреть, как кто-то другой сыграл эту же самую руку. Потому что у меня совершенно иная концепция была в начале. Я правда очень сомневаюсь, что кто-то пошел в этой руке отдавать ветра. Давайте быстро посмотрим. Дураков нет, я думаю. Берет панк. Берет второй панк. И выходит на что? На чистую масть. Он решил выйти. И у него, в принципе, это неплохо получается. У него ожидание на три точки. Три точки у него в стене. Последняя. И все. Пожалуй, он ни от кого ее не получит больше. Остальные все в руках. Скорее всего, он точно так же скинет на четверку бамбуков вправо. Скоро у него четверку достанется из стены. И все. Благополучно закончится. Вот она четверка. Но он боится. Ну да, конец задачи. Он испугался кинуть четверку. Кинул безопасного зеленого дракона. Ушел в защиту. Молодец. Молодец, Люк. Люк Скайуокер. Тем самым поменялось совершенно. Поменялся результат. Выиграл игрок. А, выиграл сам. О, молодец. Евгения выиграла в этот раз. Из-за того, что пошло все не иначе. Евгения не стала собирать здесь переплетенный ряд. По-моему, вот это собирал игрок в прошлый раз. И выиграла. Молодец. Так, есть кто-то еще. Ну вот мы видим, что... Так, это опять же Павел. Некто Баффало. Эту руку. Так, Баффало уже по-другому играет, мы видим. Все равно открывает панги. Ну, он похуже сыграл. В плане того, что он не смог открыть второй панк. И этим... На этом все закончилось, столь по всему. Здесь, кстати, Оранж Фокс. Выходит опять то же самое ожидание. А, еще не вышел. Еще не вышел. А, не, вышел, вышел, вышел. Все, вдруг. Справа ждет ту же самую четверку. Но не успевает. Здесь выигрывает, так же, как в прошлый раз, игрок на востоке. На севере, извиняюсь. На севере. Ну и последнего посмотрим. Это Рауль Риус. Он тоже кидает тройку в бамбук. Сразу вставляет две пары ветров. Никто не стал исследовать это направление руки. Сносить ветра. Здесь Лили слева тоже собирает, как и первый раз мы смотрели, переплетенку. Я так понимаю, рука справа никаких других вариантов не оставляет, кроме как собирать то, что все собирают. Правда, в этот раз, возможно, даже в закрытую получится собрать. Посмотрим. Так, тут. А вот здесь внешняя рука пошла. Да, у Рауля. То, о чем думал Павел в один момент. Но, к сожалению, Рауль пропустил. Ему не повезло с тем, что слева стали собирать переплетенку, и ему не кидают в панги. Вот. И он просидит, видимо, с этими парами. Вот вышел в ожидании на юг-восток. А, кстати, восток сейчас выйдет. Круто. Да, восток выйдет. Если, конечно, в защиту у него идет Буланг. Но Буланг может выйти в защиту. Сильный игрок. Она видит, что востоков нет, что игра подходит к концу. А с другой стороны у нее ожидания. И она сейчас решает для себя. Либо кинуть рисковый восток, либо оставить ожидания. Либо разрушить ожидания. Она может подозревать опасность по востоку напротив, потому что напротив благородных вообще не кидали. В меньшей степени, наверное, ожидает заподлянки от игрока слева от нее. И я не знаю, какая там турнирная была ситуация. Знала ли она результаты других игроков. Насколько хорошо Швейцария идет. Имеет ли смысл рисковать. Я думаю, скорее всего, он не стал рисковать. Скорее всего, она снесет что-то безопасное. Но нет. Она рискнула и попала в маджонг. Ну, вот так вот закончился этот шестой тур. Судя по тому, что я видел вместе с вами, россияне выступили в целом неплохо. Может быть, даже лучше всех.